Про функции координатора инициативы, про другие должности, которые будут в инициативе, и про закупки, уже по остаточному принципу, про перечень, потому что уже как-то на каком-то этапе он у нас у всех есть, и какие-то околичности с ним связаны, это я все проговорю на оставшийся бюджет времени. Так, я не со всеми знакома, меня зовут Ирина Пашко, но я оригинальный координатор, ответственный за инвесторскую область в этом проекте, и непосредственное курирование инициатив, их реализацию по нашим правилам и процедурам отвечали я, но на то еще есть целая куча органов, которые верифицируют все, что мы делаем, потому что ПРООН считается агентством, которое может предоставить отчетность на самом высоком уровне, это очень важно для большинства доноров, особенно таких крупных, как Евросоюз, и они готовы вот это промежуточное звено между собой, как донором, и получать с ремигрантовых средств оплачивать, чтобы получать отчетность в том виде, в котором для них, для их аудиторских всяких проверок и прочее будет считаться приемлемым. Точно так же не только Евросоюз сам подвергается каким-то аудиторским проверкам, но и ПРООН тоже, он же со стороны нашего донора конкретного этого проекта, со стороны Евросоюза, поэтому вся документация, связанная с тратой грантовых средств, она должна быть в идеальном состоянии, поэтому вот есть я, у меня еще есть финансовый специалист у нас в проекте, он отвечает за, во-первых, все закупки, которые мы совершаем для наших нужд в проекте, также, и так как Ольга храбрая, она проходила тренинг, то она очень хорошо разбирается в закупках, и к ней можно обращаться по всяким вопросам, когда возникают какие-то непонятные ситуации, или сложные, и таких еще не было, для того, чтобы правильно оформить закупку по правилам наших ПРООН и Евросоюза. Кроме нее есть еще гранд-менеджер, который больше отвечает за тематическую часть вашей деятельности, но она тоже все равно управляет и финансовая, и галтерскую таблицу, но уже только в контексте того, как реализуется по мероприятиям инициатива. Вот это Наталья Адамчик, над ними есть в страновом нашем офисе ПРООН, на Кирово, 17, кажется, или, по-моему, номер 2, там есть тоже финансовый специалист и тоже тематический специалист, которые, может быть, не так подробно, но все равно они могут любые документы по любому мероприятию поднять, просить показать, просить объяснить, и если что не так, то все это низ по цепочке возвращается. Вот, и над ними уже тогда аудит Евросоюза, или промо, или еще что-нибудь в этом духе, поэтому будем говорить много и подробно о том, как реализуется инициатива. Сначала я попрошу представиться незнакомыми людьми, и тогда мы продолжим. Ивент-менеджер? Да, только вы, я знаю народы, вы, так понимаю, тоже будете участвовать в реализации инициативы, правильно я понимаю? Вот, расскажите мне, как вас зовут, и что это будет, это ивент-менеджеры, это... Нет, 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 тогда расскажите. Это ивент-менеджер, с вами, конечно. Ага. Вас зовут как? Ивент. Очень приятно, она вас. Ольга Юриско. Вы Юриско, отлично. То есть в ивент-менеджеров вы еще не нанимали? Да. А на моих стадии еще. Но вы их не можете нанять, по-какаворам до... Да, поэтому у нас объяснение, по-какаворам роста. Еще немного. Угу. А менеджером инициативы будет кто? Елизавета. Бухгалтером инициативы. Бухгалтером Елена и Кристина. Два человека. Так. Ну, хорошо. Тогда мы, ладно, по порядку, значит, надеемся. Все. Ну, тогда реализация инициативы, как вы знаете, у нас целый год на это выделено с двумя траншами. И отчетностью по каждому траншу на отчетность примерно там месяц, ну, может быть, чуть меньше, если у нас все будет идти гладко, легко. Мы быстро подготовим отчет, соберемся в документы, быстро посмотрим, почему еще долго может быть, потому что вот эти все инстанции пока пройдешь, не все там кидаются в одну секунду, как только вы предоставили отчетность ее смотреть, она может там полежать какое-то время, не стоя у Ольги Храброй, у Натальи Адамовича, потом переехать в кантри, то есть там полежать. И потом еще в отделе бухгалтерском, бухгалтерии для перечисления следующего транша полежать. Поэтому мы выделяем, что, мы выделяем то, что инициатива какой-то реализуется, в результате получится по срокам больше, примерно на два месяца за счет того, что отчетность занимает много времени, и не сама отчетность, а именно то, что у нас это многоступенчатая система проверки друг друга, что очень, кстати, хорошо, потому что иногда глаз замыливается так, что не видишь очевидного, и очень хорошо, что кто-то за тобой проверит. Главным лицом в инициативе для меня, как океанального координатора проекта по Минской области, является так называемым, мы называем это координатором инициативы, наверное, то же самое, что и менеджер инициативы. Вот, у него самые такие широкие функции, он мое контактное лицо, ему я задаю вопросы, он должен всегда быть на связи, если он в отпуске или отсутствует по каким-то иным причинам, должен быть кто-то вместо него, который в курсе всего, что происходит в инициативе, и готов отвечать на эти вопросы, предоставлять документы. Потому что, ну вот, как в обычных организациях, где можно уйти в отпуск на неделю, на две, на три, на четыре, мы такого себе позволить не можем. Точно так же я не могу себе этого позволить, если я вхожу в отпуск, то это на какой-то минимальный срок, и при этом у меня есть у моей коллеги другие оригинальные координаторы, которые дают на себя функции мои, и готовы с вами работать, я, конечно, об этом буду предупреждать, но они будут готовы работать с вами, включить на ваши вопросы, вы сможете им послать какие-то документы, показывать, согласовывать, как это все должно, ну, чтобы все было правильно. Потому что в таких проектах, как наш, вообще во всей проектной деятельности нет такой роскоши, как и много времени. Всегда все очень плотненько, очень мало времени на реализацию, тут всегда почему-то так получается, что не хватает времени сделать все вот так, как бы хотелось, по полочкам разложить, разложить, или хватает времени, но при этом приходится достаточно много работать, порой намного больше, чем изначально человек планировал. так вот, я буду менять слайд, но я хочу сразу показывать какие-то вещи, ну, вот вы можете сказать, вот такие, очень большими такими штрихами написаны основные функции менеджера инициативы, но я вернусь, перескочу на секунду на техническое задание, общее для менеджера инициативы, и там будет чуть более подробно. хорошо ли видно, если не видно, то, может быть, и тогда... Все документы, которые сегодня я вам показываю, все презентации у вас будут, поэтому стремиться к тому, чтобы что-то там хорошо вышло на картинке, ну, это не принципиально, это просто для нашего общего удобства. Я сейчас не обращаюсь к юридическим нюансам этого договора, я бы только хотела поговорить то, как мы всегда говорим о функции менеджера инициативы, в каком ключе. хорошо. Ага, ну, как и быстро, Виктория, прекрасно. Убирайте себе место, так что, наверное, вот здесь, потому что там будет совсем много богатых, кто победил. В общем и целом рассматривать, когда в инициативе стандартно есть всего лишь один менеджер и инициатива, и один бухгалтер инициатива. Когда это всего лишь два человека-сотрудника инициативы, то функции у менеджера, они вот, если вообще брать, то они вот такие. Вы можете, я не знаю, стоит ли мне, вот сейчас это озвучивать, или же вы просто прочтете, а я обращу внимание только на то, что мне там кажется очень-очень важным. Но причем... А? Только прочно. Вот. Соответственно, вот смотрите, я первое ваше контактное лицо. Все, что я у вас запрашиваю, вы мне должны предоставлять в указанной мной сроке. Я не собираюсь там какие-то безумные сроки назначать, что там еще вчера мне это было надо, я только сегодня вас об этом прошу, ничего такого не будет. Но в целом откликаться на мои запросы и предоставлять всю информацию вам требуется. Также мы возлагаем на менеджера инициативы организацию процесса закупок, потому что он предположительно тем человеком, который разрабатывал рабочий план инициатив, соответственно, он знает, что и зачем он покупает, как это будет потом использовано, и соответственно, он должен не бухгалтер, а именно менеджер инициативы должен иметь свое видение на то, как он организует и вообще планировать процесс закупок и соблюдать сроки, чтобы это совпадало с мероприятиями инициатив, чтобы закупки были своими племенными. Это же относится и к финансам, которые являются неотъемлемой частью закупок. Управлять персоналом инициативы, разумеется, особенно если это больше, чем один бухгалтер, а еще несколько ребят-менеджеров, то это уже кусок работы. Осуществлять взаимодействие не только с собой, но и с другим персоналом про это, как я уже вам говорила, Наталья Атамчик, наш основной гранд-менеджер, она отвечает не только за одну Минскую область, а за все шесть областей. У нас 12 пилотных районов в проекте, и соответственно, инициативы будут реализовываться, вот даже по текущему конкурсу, в 12 районах страны, и она отвечает за их все, поэтому документация, когда она попадает к ней, она должна быть фактически идеальная, чтобы она не тратила очень много времени на проверку всего этого. Кроме того, от менеджера инициативы мы ожидаем взаимодействия с прессой. Возможно, при необходимости там со всякими визитерами в наш пролоновский офис, которым интересно, как реализуется инициатива, им нужно рассказать, как-то хорошо представить инициативу, это тоже часть работы менеджера инициативы. Самое главное именно взаимодействие с третьими лицами, это именно пресса, об этом будет тоже потом отдельно и будет подробно, но пока могу сказать, что можно писать самому какие-то пресс-релизы, если у вас нет специалистов по связям с общественностью, а такого обычно не бывает в инициативах, но в редких случаях еще возникает некий специалист по связям с общественностью запланированной, и такая инициатива поддержана, соответственно, эти функции переходят к нему, но в целом, по большей части, это функция менеджера инициативы, который готовит какие-то тексты, в которых правильный, то, что журналисты из нашего опыта, они очень часто искажают информацию, им говоришь, они им все равно называются это проект или инициатива, называются это грантовые средства, или не гуманитарные использования, или международно-техническая помощь, они очень сильно путаются в словах, для них это неведомая территория, поэтому, чтобы избежать таких вещей, нужно самим все структурировать как следует, что вы хотели сказать в виде пресс-релиза, а потом уже свою лирику, свой авторский слог, они на это накладывают, и получается нормальная статья, при этом вы также отвечаете за то, чтобы эту статью перепубликацией проверить, чтобы они не публиковали, не посоветовавшись с вами, вы не претендуете на то, что вы будете трогать их авторские всякие слова, видения и прочее, но вот нюансы, которые очень важны для нас, они должны быть учтены, потому что в прессе никак нельзя называть наш проект гуманитарным проектом, это международно-техническая помощь, это совершенно отдельное законодательство, более того, проектом называется только наш проект, который называется «Поддержка развития местного экономического развития», как он там называется «Забыл уже», это проект, а то, что реализуете вы, это никак не проект, это вообще незаконно называть это проектом, это инициатива, согласно нашему законодательству это неприемлемо. Вот такие всякие нюансы, это я просто такие небольшие штришки сделала, потом отдельно мы будем говорить о связях с общественностью, о том, какие вы будете использовать материалы, средства визуального сопровождения и прочее, но это просто, чтобы позначить некий такой трубка обязанностей, которую мы возлагаем на менеджера инициативы. Если же, как в случае с Борисовским технопарком, будет больше персонала инициативы, чем только менеджеры и бухгалтер, вы подготовите и уже начали это делать отдельные технические задания, где вы разделите функции всех вот этих ивентов, потому что для меня было нетипично, что у вас там, вы так полагаете, что у вас ивент-менеджер будет заниматься закупками. Для меня это нетипично, но я не вижу в этом какого-то чего-то неприемлемого, если вы так хотите, ради бога, но это все должно тогда быть просто разложено по полочкам. Закупками обычно занимается кто-нибудь один, потому что начинать впутывать в правила там какие-то наши закупок людей, которые вот они пришли на одно мероприятие у вас, на короткий сок и ушли. Они не очень-то разбираются в том, как эти закупки осуществлять, какие там документы собирать, вы будете потратить время ваш бухгалтер или менеджер инициативы объяснять про то, какие правила, что надо соблюдать, как собрать коммерческие предложения, что там написать и прочее. В общем, это на ваше усмотрение, но я к тому, что я вижу в этом некую нерациональность, что закупками занимается ивент-менеджер, но все равно на ваше усмотрение. Мой главный посыл здесь в том, что у всех, кто будет работать по договору подряд, будет техническое задание. Это типовое задание для менеджера инициативы, но таковые же, таковые будут примерно в таком ключе разделенные обязанности для других сотрудников инициативы, включая ивент-менеджеров. Я сейчас еще открою. Тогда нужно договор с бухгалтером инициативой, чтобы показать типовые обязанности бухгалтера. Обычно они короче. Вот они желтеньким выделены. Осуществлять финансовое сопровождение, исполнять процедуру закупок товаров и услуг, проводить поддерживости, сохранить всю финансовую документацию, касающуюся инициативы, своевременно ввести бухту в лицу финансовый отчет. Этого вы этих документов еще не видели. Они будут в Excel все это. Их наши специалисты создадут, вяжут к ним формулы и на этапе, когда ваш договор, ваше соглашение с правом будет подписано, вы получите электронный файл, в котором уже будет двух таблиц и финансовый отчет. Но это станет предметом нашего следующего тренинга, потому что там есть о чем поговорить отдельно. Плюс произошли некие изменения, поставленные в прошлом году, поэтому нужно мне сейчас проконсультироваться, чтобы точно и правильно вам все на эту тему отвечать. Приходовать материальные ценности, закупленные в рамках инициативы. Все это вы ставите за баланс вашей организации на период реализации инициативы. Все имущество, приобретенное в рамках инициативы, является собственностью ПРООН. По результатам успешной реализации инициативы это имущество ПРООН передаст напрямую или организации заявителю, или партнерные инициативы, в зависимости от того, как вы это планировали на вашем начальном этапе, заключали ли вы соглашение с партнерами, где уже распределяли то, как будет использовано имущество инициативы. Но даже если вдруг окажется, что вы как-то к тому моменту обоюдно пришли к пересмотрению условий, кому что достанется по результатам успешной реализации инициативы, то это тоже возможно. И тогда, если, например, в этом случае с партнером, то мы заключаем ПРООН заключает прямое соглашение с партнером, от передачи, и чтобы освободить эти средства от всякого налогообложения, партнер инициатива должен будет подать отдельный перечень в Министерство экономики, уже ровно на то, что он получает, и получить этот перечень и хранить у себя для отчетности, чтобы было понятно, откуда у него взялось некое имущество. И это выговорит все про имущество, которое получено за счет только средств провода, но не софинансированные. Так, поехали дальше. То, что за средства софинансированные, мы к себе сразу уже куполосим. У вас вот там, кстати, интересный пункт на эту тему получается. Организация заявитель от партнера почти ничего не предоставляет в качестве софинансирования, насколько я помню. Да, заявитель. А партнеры предоставляют, и получается, что партнеры отдают нечто заявителю, у него тоже возникает некая такая ситуация дополнительного какого-то имущества, непонятно откуда взявшегося. Не так ли? Ну да. И тут есть выбор. Либо заявителю отдаем, либо к себе на баланс. Этот вопрос, который раньше как-то... Никто партнеру ничего не хотел отдавать, партнер никогда ничего не отдавал заявителям из средств софинансирования такого материального. Поэтому этот вопрос мы помню еще себе. Мы потом позовем нашего финансового специалиста. И я тогда начну записывать все, что для меня немножко смутительно. Могу. Сначала. Не очень-то удобно. Но... Нам персоналы инициативы. Это... Можем и сейчас, а можем и в закупках. Это разные ситуации, если это договор подряд, или же это штатный сотрудник организации заявителя собирается быть менеджером инициативы или бухгалтером инициативы. Всякие требования к тому, каким компетенциям должен соответствовать бухгалтеру, менеджером инициативы мы пишем в неком таком техническом задании. Если... Самый такой простой случай, это если человек является штатным сотрудником организации, то он может и выполнять с ролями менеджера инициативы или бухгалтера инициативы. Для этого нужно будет внести изменения в его данный трудовой договор, написать дополнительные функции, приложить техническое задание, приказ и все прочее. Соответственно, никакого конкурса на его должность не будет. Даже если по нашим правилам это приближает норму, и в других случаях мы будем объявлять конкурс. То есть, если же мы нанимаем координатора и бухгалтера инициативы по договору подряда, то при сотне более чем 2,5 тысячи долларов нужно объявлять конкурс, соответственно, техническое задание готовить, составлять там, описывать образовательные требования, квалификационные, прописывать кратко обязанности этих людей и объявлять конкурс с сбором трех коммерческих предложений. Пакет документов... В 2000 на всю инициативу сумма? Нет, на одного человека. На одного человека всего на весь период, на год. Да, да. В вашем случае... В вашем случае это был не штатный штат? У нас в штате в ЦМИ нет никого. И председатель правления он тоже не является штатной единицы. Он не получает заплаты. Это же общественное объединение. Ну да, но все равно народ как-то там держит кого-нибудь, на какой-нибудь, не знаю. Очень маленькое количество ставки. Сколько там? А 0,1? У нас никто. Нет. А, так у вас получаются ставки. У нас все получаются, значит, конкурсы. Конкурс из трех коммерческих предложений. Мы можем параллельно... А скажите, а про менеджера инициатива координатора? Ну, не надо еще вот эти вот условия. Мы не слушаем, потому что все равно не надо объявлять ничего, прописывать. Почему? Мы сказали, что перед этим, что на менеджер инициативы не распространяется. Если он штатный. Если он штатный. Все, что не в штате, всегда это договор подряда. И если это до двух пятьсот, то тогда это просто мой договор. Но все равно с техническим заданием, за написанной его функцией. Если это более двух пятьсот, то три коммерческих предложения. Примеры запроса коммерческих предложений, технического задания и такой заготовочки договора. Я тоже буду готова вам показать. Ну вот, например, запрос коммерческих предложений. Вот, например, менеджеры инициативы. Ничего не надо фотографировать, все у вас будет. Где вы должны это будут публиковать, чтобы запросить? Или просто на прямом организации? Это при таком уровне. Да, это до десяти тысяч долларов. Но об этом у меня чуть-чуть хуже. То вам не нужен тендер, который там на всяких сайтах. Вам нужно на свое усмотрение делать рассылку. Публиковать на каких-то сайтах. И ваша задача собрать какие коммерческие предложения. Если на своем сайте. Этого недостаточно, потому что должен быть еще потом список рассылки. И про комплект документов, который... Подождите, не торопимся. Комплект документов по каждым видам закупок. К этому чуть-чуть позже перейдем. И тогда вы сразу поймете. Потому что ничем, собственно, не отличается закупка товаров. От закупки услуг. Да. И поэтому там будет прямо список документов, которые требуются. Я просто хотела сказать, что это конкурс. И будут по нашим правилам... Это не просто там три слова вы написали в запросе. Вы выгодили требования к претендентам. К чему они должны соответствовать. Вот квалификационные требования и профессиональные навыки. Это не догма. Это наши какие-то наработки, которые мы использовали раньше. Вы можете это переработать. Вы должны будете показать это мне. Ужесточить первое мнение тоже. Ужесточить вы всегда можете. Среди бога. Можно отступить чуть-чуть назад. И не так уж ужесточают требования. Это наброски совершенно такие. Но фактически это уже не наброски, потому что мы это все проходили. И мы выкристаллизовали то, что мы считаем оптимальным. Но все равно в каждой инициативе есть свои нюансы. И каждый подстраивается на то, чтобы не создавать какую-то безумную активность по найму этого персонала. Как-то лаконично нанять сотрудников. Но главное соблюсти при этом наши объекты. Вот у меня есть запрос коммерческих предложений. Техническое задание по менеджеру инициативы. Не договор, но руководство в действии. И предмет для обсуждения, доработки, удаления, добавления в каждом конкретном случае. То же самое относится к менеджеру инициативы. Так как у нас Борисовская инициатива будет нанимать много персоналов. Вот я советую писать все вот эти запросы коммерческих предложений технического задания одновременно. Чтобы можно было, пока вы вообще на этой теме и я в этой теме сидели, разложили бы все эти обязанности. Чтобы они не пересекались. Чтобы вы могли потом... Потому что это тоже вопрос аудита не только моих и наши требования внутри. Но и вопрос аудита, который вы потом проходите в конце реализации инициативы. Он тоже положит все эти обязанности. И он должен верить, что ничего не пересекается. И средства доноров потрачены рационально. Так, продолжим. Я уже говорила, что вы общаетесь со мной. Но главный способ общения это электронная почта. Особенно на начальных этапах, когда мы еще не очень хорошо знакомы. Вся переписка официально ведется посредством электронной почты. Призываю вас также это делать. Более того, есть к этому некие требования. Чтобы мне легко было найти в почте ваше сообщение. Вы всегда указываете ваше название инициативы. Или номер. Я вот тут еще для себя не опередилась, что легче. Придумаем как-нибудь. Возможно, в вашем случае будет АБРТ и Инкад. Чтобы не заморачиваться. Какая-то долгая писания с номерами и прочее. И все. И там тема перечень, софинансирование, закупка того-то. Чтобы я просто поисковику потом могла выцепить любое ваше сообщение. Все, пишите. Я вам отвечаю тоже письменно, если это какие-то существенные моменты. И все это у нас хранится в ящике. Потому что всегда нужно вернуться и посмотреть, о чем должна речь, если вдруг возник какой-то спорный вопрос. Реализация инициативы. Вот мы разок обозначились немножко с персоналом. По конкретному комплекту документов, как производить закупку услуг. Мы поговорим в этом разделе о закупке. Это наша самая главная сегодняшняя тема. А сейчас немножко по тому, как эти менеджеры, но и персоналы инициативы ее реализуют. Реализуется инициатива на основании, конечно, вашей заявки. Но для такой вопрос. Каждодневной работы. Это рабочий план плюс бюджет. Хотя рабочий план очень больше стремится. Потому что это профессиональные цифры и плюс социализации. И, соответственно, вы руководствуетесь именно этим документом, чтобы понимать, как вам действовать. А также мне это удобно. Я тоже всегда могу посмотреть, что там делается. Для удобства. Это вот сейчас у нас. Мы только начинаем фактически финансирование. Первый наш грантовый конкурс. Но предстоит еще, как минимум, три конкурса. И это тоже будет моя ответственность. Первичный этап. Все инициативы по Минской области, по другим конкурсам, тоже будут в моей сфере ответственности. Поэтому сейчас, вроде как кажется, легко, что я это все помню. Что у вас, точнее, введут ваши бюджеты. Наступит момент, когда у меня будет порядка десяти инициатив. И я не очень уверена, что я буду все анализу вспомнить. Соответственно, мне нужен план работы. Краткий, табличный, в формате. Сейчас он выглядит вот примерно так. Я его доработаю. Так, секундочку. Заскочил. Вот, наверное, потом где-нибудь еще. Рестаальный был. Это некий план, который вы предоставляете мне до 25-го числа в электронном виде в эксерион. Это формочка, где будет написано, что у вас предстоит в предстоящем месяце со сроками. Если это будут какие-то уже конкретные мероприятия, куда приходят люди, то вы уже стараетесь как-то предварительно назвать дату этого мероприятия и указать. Если это просто подготовительная всякая работа, подготовка всех этих ТЗ, коммерческих предложений, то вы это тоже пишете, чтобы понимать. Мы же идем к нашему первому траншу, который мы должны в вашем конкретном случае через 3 месяца. А у вас через сколько месяцев вы там на первый транш себе запланировали? Заканчивается? Заканчивается через 4 месяца. Первый транш через 4 его заканчивается. То есть мы ставим себе сроки вот на эти 4 месяца, как распределяем все, что мы запланировали сделать, чтобы освоить не менее 70% вот этого транша. И, соответственно, раскидываем все наши мероприятия, включая просто бумажную работу на этот период. И вы это тоже указываете в этой табличке, в которой будете написать план работы. Очень удобно, что если мы сделаем все обязанности персонала, то достаточно очень посылаться. Постарить только в обязанности персонала, чтобы выцепить оттуда какие-то проблировки и обозначить, что вы будете делать в тот или иной период времени. Ну, скажите, пошло до 25-го числа ежемесячно, плавно следующий месяц. Ну, если у вас там на пару дней было какие-то причины задерживаться, то все не смертельно, ничего такого. Лучше надо. Если есть фиксированные... Конечно, да. Граница 25-го. Особенно если есть какие-то там, ну, большие мероприятия, на которые мы хотели... Это потом уже ближе к конец реализации инициативы. Мы собирались пригласить каких-то там внешних людей, каких-то гостей, и в Рассажер, и в Роман. То тут чем больше времени, тем лучше, потому что они тоже все там супер заняты. И обычно такое мероприятие предполагает, что вы им заранее предоставите еще программу мероприятия, или как минимум проект программы мероприятия. И также градкое описание там целей и задач. Соответственно, если это просто текучка целый месяц, у нас бумажки-бумажки, ну, так это не страшно. А если грандиозное мероприятие, то... Или даже полу-грандиозное, то нужно все вот делать вовремя. То есть уже готовы? Ну, то есть я понимаю, что у нас очень много, да. Кстати, да, уже готовы. Значит, в понедельник, я думаю, у вас наступит наконец-то перечисление, да. Дата у вас уже начала реализации инициативы вчерашняя. Да. Соответственно, вы уже можете начинать работу по... Уже давно прям... По чуть-чуть. По чуть-чуть. По чуть-чуть, да. Что еще предполагает, кроме подготовки всей документации для осуществления закупок товаров и услуг, это, разумеется, главное, что в нашей заявке, в нашей инициативе эти самые мероприятия, которые и будут вести нас к результатам, которые вы запланировали в своей заявке. Вы должны будете в программе мероприятия указывать целевую группу, делать программу, конкретно там график этого мероприятия, список готовить заранее, приглашать народ заранее, чтобы не от руки были написаны эти списки участников мероприятия, а вы их пригласили заранее. Например, вот как мы практикуем в ПРООН, мы онлайн-формочку, которую потом можно выкачить, и она генерируется в список участников, где они уже сами ввели вам контактные данные, свои ФИО, должности или же с ними. И таким образом вы... Насколько рекламентирован этот список? Управляем ФИО? Ну, в общем, такой, как у нас. Да, нет, нельзя сказать, вот у нас есть вот такой вот списочек участников. Я не думаю, что он претерпит какие-то... И важно должность, но не организация. Место работы есть. Место работы же есть. Пармите есть. Я не вижу, что он какой-то там... Это вот старость, к сожалению. У нас... Я просто не переделала это в презентации, но у нас есть бренд-бук, который вы, возможно, уже видели. И там есть форма списка участников и форма программ-мероприятия. Это тоже обязательные документы. Они все должны быть брендированы, как вы видите. Все это оттуда мы выкачаем. И в следующем разу я вам принесу уже... Или заранее зашлю ссылку на этот бренд-бук. Его нужно выкачать из интернета, хранить у себя. И заглядывать туда на всякий раз, когда вы планируете что-нибудь. Вообще, какие-то для них было документы выносить за пределы своего офиса. Потому что везде, везде логотипы. И целая процедура... У нас будет отдельный блок по так называемой визибирице, где пока про это поговорить. А уже вот именно список, он минимальный. Нету ни адреса, ни адреса, ни адреса, ни адреса, ни адреса. Может, что актуально конкретно для мероприятия? То есть, если актуально там какая-то... Ну, у кого-то какие-то там... Ну да, если вдруг что там... Если это не принципиально... Нет такого. Нет такого, что вы не можете что-то там добавить с адреса. Тут вроде нечего. Добавить с адреса, что называется. Вот. Это такой вот минимум про... Вы реализуете мероприятие. Все в соответствии со списком необходимых документов к этому мероприятию храните, собираете. И вообще заводите себе отдельную толстую-толстую папку, в которой храните оригиналы всех документов. Это... Используйте дивайдеры, разделители, чтобы была по каждому мероприятию своя стопочка документов. И в соответствии с рабочим планом. Согласно пунктам рабочего плана вы храните эти документы в оригинале. Параллельно же вы заходите на Google диск или на другом диске. Я знаю, у вас есть другие группа чтения. Тоже ваш там папка. И там тоже раскладываете все по согласным пунктам рабочего плана. В каждом пункте будут подпункты, разумеется. Называете эту папку ровно как мероприятие. Цифры. Не надо там слова. Пункт там мероприятия 1. Вот это ваша папка. В ней там будет код папки. Пункт 1.1. Пункт 1.2. И так вы храните документы и даете мне ссылку. Вообще даете право просматривать и скачивать в Google, у кого есть ссылка на эти документы. Должен быть в бухгалтере и менеджеры инициативы. Потому что очень часто эти документы пересекаются. И несомненно потребуется, чтобы люди могли и тот и другой персонал инициативы имел туда доступа и мог взаимозаменяемо что-то туда положить, убрать и ввести. Таким образом получается, что вот происходит реализация инициативы и я могу в любое время знать на каком этапе у вас находится ваша реализация, какие документы вы подготовили. Если это еще какие-то рабочие документы, то их не надо туда складывать. Более-менее окончательные или уже окончательные документы. Вот вы, например, делаете там договор. Его не надо выкладывать, чтобы я его выкачивала оттуда и начала смотреть. А потом вот запутаемся в версиях, переписываемся просто с этим договором. Это какой-то проект договора, мы перекидываем почту туда-сюда. Я выношу там какие-то правки, пишу комментарии. Когда мы наконец-то достигаем того, что он окончательный, то у себя вы храните вордовскую форму, а скан подписан и выкладываете в эту нужную папку. Вот таким вот образом. Ну все, теперь это вот самые-таки важные моменты, которые необходимо знать на этапе начальной реализации инициативы. И мы тогда сейчас к закупкам. И все, мы будем, получается, пересекаться по вопросам и персонала в том числе и прочего. Вы эту презентацию, нет, ну, только вот, наверное, Игорь и Елизавета видели ее на нашем том самом давнем мероприятии. Еще, боже мой, это там уже давно. Соответственно, мы пройдемся, возможно, не так подробно, как Ольга Храбра это делала, но мы пройдемся по правилам закупок. Обращаю ваше внимание, Виктория, что они изменились со времен, когда мы с вами сотрудничали. Другие пороги появились. Соответственно, вам нужно навести на это резкость. Руководствуемся вот в наших отношениях. Мы тут не будем подробно, как Ольга расписала, а просто еще раз обозначу, что руководствуемся в наших отношениях и тем самым соглашением, которое мы с вами заключили еще в процессе заключения. Оно тоже потерпело большие изменения со временем, когда в 2015 году мы работали с Центром молодежных инициатив или инноваций. Да, теперь там четко прописаны обязанности грантополучателей, обязанности ПРООН, также про то, что в любой момент представители ПРООН могут приехать в офис с организацией заявить, попросить, показать документы. Ну да, мы приезжали, тогда этого не было написано. Ну, конечно, само собой разумеется, что мы так будем делать. Да, очень, на самом деле сложно, потому что у многих организаций сходя из опыта вообще нет никаких процедур, документооборота, хранения толкового, нормально. Особенно это касается некоммерческих организаций с коротким опытом существования. Да, у них это все, а ну что, договорились же, а там где-то лежит эта бумажка. Это все неприемлемо совершенно, поэтому мы все ведем четко в оригинальных документах, храним по папочкам, в любое время можно приехать в ПРООН посмотреть. Не то, что мы будем ставить такую себе задачу, это все будет зависеть от того, как идет реализация, если заявитель все делает вовремя, если он присылает и вкладывает на Google Диск папки с договорами и со всякими иными бумагами, все видно, все это мы можем посмотреть на любой... Да, сейчас у нас только так, мы тоже зимним потихоньку. И тогда, в общем, большая часть вопросов занимается только очень проблемные заявители, которые что-нибудь бандурят, не выкладывают, выдумывают какие-то отговорки, почему у них ничего не выложено, проект соберется, поедет в самую тьму Туракань, в Хотимск, в Брагин, в Хойники, еще кто-то у нас безумный, какие-то районы, туда он тоже спокойно поедет, потому что иначе все так, да, если мы видим, что по документам мы просто не даем второй транш, то самое промежуточное длино, которое берет на себя риски, которые в противном случае внес Евросоюз, потому что он донор, это их средство, но у них нет человеческого потенциала, во всяком случае представительства Евросоюза в Беларуси, чтобы вот так контролировать реализацию инициативов. Он нанимает агентство НАСПРООН, которое будет за них это делать, и в результате они будут иметь только хорошие, качественные документы, соответствующие всем требованиям. Так, ну про это я уже говорила, немножко повторяется, и хранение документов как минимум 5 лет, диск, про все это было сказано, ага, завести нужно печать. Говорят, что можно в магазине школьной принадлежности купить набор для создания печати, а можно ее просто заказать, не печать, а штампика, а можно заказать. Вот так выглядит, я не знаю, это плоховато виден штампик, но это название проекта, собственно говоря, и его номер уже не инициативы, а именно, нет, название инициативы присутствует в вашем штампике, что инициатива такая-то. Может быть, ее единственное как-то сократить, и можно помнить еще и другие пизде номера. Да, ну это, можно и другие писать то же самое, но... Хорошо, а почему нельзя в палантиру, то ли, просто во всем документах, прописывать вот этот номер и название? Ну, на каждом не стоит всегда. В палантирух название проекта, да, там же подпись нужно ставить. Если здесь подписчик не видно, то подпись должен быть. Значит, к этому штампу нужно еще и подпись дать. Это что-то типа копии вернат. Да, 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 да. И это проштамповывается каждая страничка всех ваших договоров, документов и иных документаций до того, как вы выложили это на Google Диск. Угу, что воскресенье есть. Ага, вот как вы, да, у вас уже был опыт, потому что вы собирали документы для соглашения с ПРООН, и вы там и другие... А кто ставит? Роспись? Ну, подпись? Т. ...менеджеру инициативу на бухгалтерской таблице и финансовом отчете менеджер-инициативу-инициативу Инициатива. На штампу как, по-моему, даже я не расписывалась бухгалтер. Ну, вторым не так... Нет, нет. Есть некоторые документы, где только менеджер, типа тематический отчет, бухгалтер не подписываются по тематическому отчету. Все, что касается финансовых документов, там и менеджер, и бухгалтер. И менеджер, и бухгалтер. Ну, вы думаете, что это же за ними, потому что да, это все там, где-нибудь наружу. Еще раз праву. Наш, очень наш, так называемый, правила закупок процедур. Они не сильно отличаются, надо сказать, от того, какие существуют требования для закупок, там, тендерных в белорусском законодательстве. Иногда, мы не говорили, что иногда, что белорусское законодательство даже и жестче. Соответственно, вы соблюдаете, если у вас по вашим, там, организациям, вашей деятельности это требуется, то вы соблюдаете белорусское законодательство. Оно не вступит в противоречие с нашими правилами и закупками. Ну, прозрачность, конкуренция, соблюдение интересов организаций. Обязательно даже для очень малых закупок. Может быть, кроме как, не знаю, даже в закупках концтоваров, нужно писать какую-то спецификацию минимальную. Обязательным в нашем случае является наличие технического задания. Какой должен быть стандарт, что точно должен быть в случае, может, техническое задание? У меня есть примеры. Это же зависит от того, во-первых, товары это или услуги. Во-вторых, каков размер закупки. Для закупки, так, как бы мы сейчас пойдем дальше, до, там, двух пятьсот, две четыреста девяносто девять. Это очень простая форма, но тоже в ней присутствует. Я буду показывать примеры того, когда это простая какая-то закупка и по мере усложнения. Всего есть примеры, почти всего, еще буду немножко даже дорабатывать, чтобы как-то действительно сделать распределение. Когда это очень большая закупка, более десяти тысяч, какие там требования к техническому заданию и какие требования до десяти тысяч к техническому заданию, какие требования к заданию до двух с половиной тысяч. Но в любом случае оно присутствует. Минимальная информация о закупаемых товарах и услугах вы там излагаете. Ничего сложного, особенно в простых закупках, в этом совершенно нет. Особенно с учетом того, что у вас есть шаблон. У меня вопрос. Да. Тут было указано в ТЗ, указываем название проекта или инициативы. Тоже показал пример. Подознагрузка написана проекта. А в договоре говорили про инициативу. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядать. Так, ну вот, например, «Доколмор». Он типа... Назвай инициативу. Смотрите, вот как вы пишете на основу. Смотрите, у вас договор между организацией и вами, как организацией с заявителем, получать свой интерес и, соответственно, продавцом. Но вот в предмете договора можете почитать, что тут мы излагаем всю вот эту нашу лирику, что инициатива в рамках проекта международной технической помощи, название проекта, где он там одобрен, где он там зарегистрирован и прочее. Вот это как очень надписывается в том числе... Это вот я бы показала в пример... Я просто про то, что на всякий случай мы, получается, копируем и название инициативы, и название проекта. Вот тоже у вас готова... И вот и в ТЗ, и везде запихиваем... Сейчас про то, что право инициативы, поддержанное проекта. Все, право инициативы, поддержанное проекта. Сейчас покажу вам, например, анажеры инициативы. Вот, читайте. Видно, достаточно понимание. Ну, все. Тут как этот вот, но мы на всякий случай переделаем и делаем как в договоре, а не как здесь. Потому что здесь только название проекта. Почему? Нет. А, нет, есть инициатива, да, вначале все это лежит. Да, есть инициатива. Все, когда? Смысл в том, что... Нет, все, копируем, везде одинаково было. Понятно. Я это у себя просто сворачиваю, потому что мы к этим вещам еще будем возвращаться, когда будем говорить о конкретных каких-то примерах, как все это выглядит. А я сейчас пробегусь по вот этим самым размерам закупок. Методный закупок. Как вы видите, вот, 2,499 включительно. Я не знаю, куда обносится, 2,500 ровненько. Тут вот Ольга пишет, что 2,500. Но я бы сказала, что не надо как-то эту сумму, 2,500. Или 4,99, или уже 501, наверное, если вдруг так получится. Хотя написано же, 2,500, значит, 2,500. Изменились тоже нормы. Раньше было сложнее. У меня раньше было только до 1000 можно было просто контракт с поставщиком услуг, без всяких там фактически заморок. А тут мы увеличили эти пороги, поэтому стало немного удобнее. Виктория, не... А если просто... Ну, лучше сюда. Хорошо. Ну, плюс пишешь, когда это лучше. Вот, то, что я говорила про то, что мы соблюдаем национальное законодательство. В первую очередь, мы соблюдаем национальное законодательство, но это никак не противоречит. Насколько мне известно, возможно, есть какие-то нюансы, которые потом как-то могут открыться, и вдруг какое-то наступит противоречие. Но я так не думаю, потому что у нас куча людей этим занимается, анализировали, проверяли и прочее, чтобы не было никаких противоречий. Ну вот, теперь мы добрались, наконец-то, до той самой закупки, самый простой прямой контракт с поставщиком услуг. Вот комплект документов, который вы должны будете сформировать даже на самую простую закупку. Соответственно, техническое задание на такую закупку будет минимально простым. Я вам тоже потом... Я даже не вопрямо... У меня есть никакой такой пример. Пардон, я сейчас чуть-чуть закрою экран. Я в попытке, значит, найти... Вот, например, меня недавно прислала наша Ольга Крабрая. В общем-то, оно, скорее всего, превышает, но не обязательно может превышать. Если это, например, компьютер, то вот так-таки ожидания у нас о том, что вы, если вы попали в компьютерную технику, даже если это за 500 долларов ком, то вы стандартно пишете какие-то его характеристики. Это все легко уберется на онлайнере, насколько я понимаю. И из этого всего вы формируете ваше техническое задание. А еще есть вопрос, смотрите. Это самое простое техническое задание, которое только есть. Единственное, я не помню, вначале она написала про название инициативы. Вот, ну, вот тут чуть подробнее я потом сделаю, доработаю вот именно этот шаблон. Я тоже ставлю вот этот параграф с названием инициативы, названием проекта. Все-таки лучше писать это везде. Это снимает кучу-кучу-кучу вопросов. Да, что из этого? Там, типа, до 2499. Если... 499. Да, 499. Если у нас написана, допустим, там строка, это указано комплект. И у нас за комплект уходит больше, чем там 2499. Это уже входит в это или именно договор может учиться? Или договор с конкретным? Ну, мы не мельчим. Если это может быть за один поставщик в результате, то мы все равно это все складываем в одну закупку. Я вам сейчас вот тоже буду показывать пример, когда мы уже, получается, переберемся через вот эту сумму 2500 и будем в закупках чуть более сложных. Так, вот это мы посмотрели на комплект документов. Какие-то вопросы тут есть? Мне кажется, что ничего такого. Ну, техническое задание. Оно просто прикладывается, мы же его никуда не выкладываем. Только максимум поставщику предоставляем. Да. Очень много разговаривать с поставщиком, когда вы не на пальцах ему рассказываете, что нам будет такой менту. А у вас уже все это изложено? Мы... Это тоже, если применимо, конечно. Это перестраховка для вас, собственно говоря, чтобы мы потом не страдали, что чего-то там сломалось. В программе объятия списка это тоже, если применимо. Да, разумеется. Это потому, что мы говорим о закупке как товаров, так и услуг на эту сумму. Точно так же к этому будет применяться закупка услуг авиант-менеджеров. Список примерно такой же будет, только там ТТН-ки и акты не будут. Будет договор, будет... Ага, с учетом протокол. Ага, это задача приемки. Акт. Нет, это ТТН, а нет ТТН, а тогда акт. Ну, если это услуги, то это будет, так, сдача приемки. Всего не надо. То есть счет это, да, просто контракт. У меня есть еще, сохранились, и уже я их поправила немного, проверочные листы, так называемые, где я расписывала какой-то вид закупки, товары и услуги по размеру и по виду там вероприятия. И я прикладывала такие проверочные листы, какие документы должны к этому обязательно прилагаться. Тут, собственно, это то же самое, но просто я там более чуть подробнее сделала. Вот, перебрались к закупке от 2 500 до 9 999. Заброс. Нужно, во-первых, его сформировать, этот запрос, разработать запрос коммерческих предложений, разработать техническое задание, которое будет идти приложением к запросу коммерческих предложений, и разослать. Еще вот требования, которые здесь указаны, ну, разумеется, с наименьшей ценой будет выбрано предложение. Чтобы осуществить свой выбор, вам нужно будет в соответствии с процедурой вашей организации создать конкурсную комиссию, приказанную как-то там легализовать эту комиссию, и для того, чтобы выбирать поставщика, будете собирать комиссию, вместе скрывать коммерческие предложения, делать протокол, и такую имитацию сейчас тоже буду показывать конкретно, чтобы зафиксировать этот выбор. И, соответственно, вот если возвращаясь к компьютерному оборудованию, если это все компьютерное оборудование, и вы не можете купить это просто один ноутбук, например, а все остальное там еще как-то... Ну, пытаться измельчить, короче, эту закупку, это неправильно. Если у вас есть компьютерное оборудование, вы делаете лотами и покупаете тоже лотами, создавая такой большой масштабный запрос и соблюдая вот эту процедуру сбора трех коммерческих предложений, скрытия конверта, выбора лучшего поставщика и межа с ним. Вот, красненький красненький написано, что не отравить. Результаты, ну, мы выбрали, вскрыли, выбрали, отправили вам. Нет, вы сами... Ну, вы мне это показываете, вы не информируете об этом. Просто информируете. Да, я не член вашей комиссии, вы соблюдаете ваше национальное законодательство и наше... Ну, собственно, если протокол необходимо на правильный рассмотрев кумирующую региональную координату. Ну, да, то есть вы же... И, друзья, после того, как протокол будет одобрен, значит, все-таки вы должны... Я не ставлю, я не думаю, что я ставлю печать какую-то. Не было такого. Это просто там, мое письменное в почте, да, там, одобряю вас, что протокол... Никаких печати, никаких росписей на вашем протоколе я не оставлю. Это все-таки... Ну, это письменно, получается, все, я буду своей обязательностью. Да, все время. В вашем случае я буду вашей нянькой. Поэтому вам придется на меня все время получать введя обратную связь по тем вопросам, которые нас касаются. Есть вопросы, которые нас не касаются, ваши. Но вот именно про то, о чем я и говорю сегодня, вы получаете от меня, особенно в начальных этапах становления всех ваших процедурных дел, вы получаете от меня письменное адаптение. Такой вопрос. Есть ли это разные мероприятия, но и одно, и второе мероприятие обращается к одному, не лучше, дулическому, в речи на закупку. Это мы не сумеем. Ну, потом от двух таблиц будет видно, что у вас, например, общиеся закупки и все от одного поставщика. Но они провалили лодину. Ну, нет, это нехорошо. Это нехорошо. А как с нашей программой тогда быть? У нас станут... Да, у нас тоже, если в первом транспорте... Ну, нет, вы про это конкретно обсуждали, будут теоретически какие-то разные поставщики. Вот. Ну, исполнители там разные, да? Внутри. Но юридическое лицо... Ну, хотите сказать, что будет... Мы же не у физических лиц? Мы же не у физических лиц. Нет, у физических. Ну, можно сказать, а все, какая там разница? Какая там разница? То есть вы соблюдаете эту процедуру. Если в результате победителем становится физлицом, что с ним? Если закупка превышает 10 тысяч долларов, то там... И это один поставщик услуг, то... Нет, 10 там... Ну, если мы все-все-все мероприятия суммируем, то у нас будет тяжелее. Да, то и говорим, что это нарушение. Так нельзя. То есть тоже так. Может, если я же продюсертическая, если бы среклама, если бы среклама, если бы среклама, если бы среклама... Среклама. Дизайнер-то нужно. Больше 10? Больше 2,5. А, как можно спеточнее выставить? Да, мы узнали, что только, например, если мы имеем, когда мы продолжим спать работать дальше с тем, что будет... А все решать по мере поступления такой вопрос. У вас не такие суммы будут у них? Да, это будет вопрос. Вам нужно с перечнем быть, потому что если мы закупку делаем физического лица, то это одна формулировка в перечне. Если мы делаем... Ну, на этапе, когда вы подаете перечень, вы теоретически не знаете. Соответственно, вы выбираете что-то для себя, в любом формате, а потом вам все равно придется подать уточненный письм. Уточненный письм. Да, и там вы уже распишете ровно формулировки или это в дуге специалистов, или же это физлица, или же это юрлица. Вы это в разном просто строчечке укажете. То есть, вообще, задача, если это более 10 тысяч, и вы прогнозируете, скажем так, что это одно лицо, то это сразу же до 6 тендеров. Мы до тендера еще не добрались, просто я предполагаю, что у нас тендеры нет, именно в наших двух инициативах, поэтому мы будем делать некое минимальное количество. много лет, но вот сейчас. Вот. Смотрим на список документов, подтверждающих по закупке от 2 500 до 10. Фактически, это точно так же, но только, вот видите, добавляется список рассылки. Кому вы это рассылали? Список рассылки оформляется как? Просто емейлы? Ну, не, название организации еще. А, ну и название. Это, наверное, как любое есть письмо от нескольких организаций рассылает, что список прилагается. В смысле, они там считают все организации. Так, никаких же абсуртов на эту тему, правильно? Ну, если не считать, что мы потом, сейчас мы закончим вот это вот кратенько, а потом я показываю примеры, как это выглядит в реальности. Скажите, когда? Можем перейти дальше. Хорошо. 10 тысяч и выше. Мы можем и подробно останавливаться так, для общего развития. Вот она информация, потому что я надеюсь, что тендера у нас не будет. Потому что, если он будет, то вот нам тогда надо строго все, что выше 10 тысяч, соблюдать вот эту процедуру. Видите, здесь написано, что тоже нужно будет, разумеется, я чуть-чуть вот так перескочу сейчас. Вот список тендерных документов. Видите, он чуть-чуть, еще более, ну, он более громоздкий, чем во всех предыдущих закупках, и техническое задание с формой запроса, коммерческого предложения и всеми иными приложениями, которые идут при стендерной закупке, мы готовим и отправляем не только мне, а еще, ну, сначала мне, а потом наш вот ровный специалист по финансовому закупку будет уже подробно-подробно просматривать. Его не интересуют закупки там в меньшей степени, просто одним глазом посмотрит, потому что все легко видно сразу, когда человек опытный. А здесь она будет подробно там, сама может проверить там какую-то информацию по интернету, по там стоимости, по требованиям к товарам или услугам, встретить, насколько вы правильный составе этот запрос и это техническое задание в силу ее компетенции. И посоветоваться с кем-то, кто с ее точки зрения в составе, в кого он является компетентным в этом вопросе, чтобы именно не только по форме финансовой части, но и по сути этот запрос и это техническое задание было корректным. Давайте ваш вопрос. Это все распространяется на финансирование или на софинансирование тоже? На софинансирование в рамках законодательства. Да. Вопрос. В принципе, мы уже софинансирование еще не трогали, но в целом, когда мы перейдем к нашему пункту софинансирования, у нас будет разделение в денежной форме и в неденежной форме. В денежной форме это фактически ровно то же самое. Ага. Так, хорошо. Если у нас там будет закупка на 3 тысячи долларов, то это значит тоже запросы на бюджетные. Тут по белорусскому можно дать? Ничего не важно. Все, тогда нет. Все, а когда мы захватим? Все? По белорусскому законодательству там будет поменение. Ну, я просто... Прямо 20 тысяч там. Вот. Там, сюда. Отлично. Так. Что тут еще? Вот такое важное могу сказать на это дело. Ну, вот видите, тут уже есть некие требования к тому, куда это размещать. Где должно быть размещено. Вторая страница, я положу по пиадууму. Можно вопрос? Да. Если, ну, это как надо, я спросила, если на делом, допустим, коммерческие предложения, есть какой-то срок, который должен, они там должны быть вывешены обязательно или не уменьшены? Ну, это только тендера касается, по белорусскому законодательству там, то ли, я не знаю, на первый вывез, по-моему, три недели в минимум. Это, если мы будем, допустим, на две с половиной тысячи у нас превышает? Ну, условно. Не-не-не, если превышает, десять тысяч. А, да, мы сами выбираем, сколько вывезли? Ну, разумный какой-то срок, там, что-то. Неделя-две, максимум три. Вот такой режим. Есть какие-то вопросы по вот этому тексту? Вот так вот, чисто теоретически, вот просто в этих вот всех моментах наименьшая цена возручивается, в случае чего это экономика получается? Да, если в результате вы потратите меньше, чем у вас запланировано, то вы эти деньги потом в консервизации решаете, возвращаете. Есть еще такой вариант, что, например, возникло что-то очень необходимое, чего раньше не было запланировано, тогда можно рассматривать вариант ревизии бюджета, когда максимум 20% от статьи можно перераспределить на другую статью, решение... Да, сейчас 20. Решением... 7 раньше было вообще. Или вообще... Да. Решением тематического координатора Наталья Адамчик, она такое может решение... Вы напишите обоснования, почему это надо и прочее. Но получится, что нельзя собрать там здесь какую-то общую новую статью родить, насобирав от каждой статьи по 20% это просто подвижки. То есть, либо просто... Вот. А все, что выше 20%, я договорю эту мысль, то это, если есть очень сильное обоснование, хорошее, письменное видо, почему вам это надо, а раньше не было, то это выносится на заседание координационного совета проекта. Обычно все равно такое случается рано или поздно. Мы готовим такой пакет документов с этими обоснованиями, рассылаем это заранее членам координационного совета, нашего главного управляющего органа, и они заранее знакомятся, потом просто голосуют или у нас электронное заседание совета, или личное, то голосуют за то, чтобы позволить такое перераспределение средств. Но может же быть и в другую сторону после тендера не подалась организация, которую мы думали, что у которой цена дешевле, и оно стало больше, потом в случае больше переданных. Да, тогда Софья нанесировали от других вариантов. Других вариантов, то есть вам никто не даст больше грамотовых средств на реализацию инициативы. Это неприемлемо. Все дырки, какие возникают, всегда закрываются софтинансированы. Софтинансирование наша отдельная тема. Все, поэтому тексты не хотим. Я желаю вам тоже вопрос, с вами собрали, если вы больше до 100,5 тысяч, мы собрали коммерческие предложения, мы должны будем в любом случае выбрать меньше или нет. вы должны ставить опор. Если в стихе совпадают, то меньше это все ясно. Лучше набирать больше, чем три коммерческих предложения, потому что явно кто-то что-нибудь не учтет, не напишет, оно вообще не будет подать под вашу оценку, потому что не соответствует критериям. оценивать только при одинаковых критериях. То есть выбор должен быть не менее чем из трех? Не менее, потому что вы получить должны не менее трех, лучше больше коммерческих предложений, еще и помочь как-то донести четко до ваших потенциальных продавцов, какие требования, чтобы они не подали неправоморочное коммерческое предложение, которое вы не сможете как комиссия рассматривать. И потом, когда в случае вот этих всех изменений, то еще и на перечень. Если хоть какие-то вообще изменения по статьям пошли, то еще и на перечень. И даже если экономия спектра. Нет, если какая-то экономия, то я, к сожалению, сейчас не помню, на какую сумму можно не добирать, чтобы не надо было перечень подавать. Я вот, я уточню это, к сожалению. Потому что мы тогда ничего не подавали, у нас все прям не положено, но в осврат, там был то ли два, было... Ну да, такие суммы не подлегают, что называется. А если там какие-то большие суммы, то лучше подать уточненные перечни. А как бы вы готовили это еще дошли на встречу? Это уже после реализации инициативы, после того, как вы совершили все ваши расходы, опять же, определились, кому пойдет это имущество, чтобы каким-то таким одним лотом было видно. если, например, даже все остается у организации заявителя, то она подает уточненные перечни от себя, и там присутствуют все вот эти траты, в том числе там на мероприятия. Ну, что же проели, оно все равно фигурирует, хотя уже ничего не поставишь, что называется, на баланс, но эти деньги тратились, ну, просто не в таких суммах, потому что вы же храните документы у себя, в которых написано, что вы потратили на мероприятие, на аренду помещения и питание такую-то сумму, а бюджет был такой. И вот эта вот разница, она не должна никого смущать, у вас должен быть оригинальный перечень, потом уточненный перечень, потом еще подмашка из проон, например, что вы, точнее, банковское ваше документ, согласно которому вы вернули эти деньги, все. То есть, вот эта вся цепочка должна отслеживаться. Если же в результате что-то идет в конце реализации инициативы организации получателю и каким-то партнером, то там уже еще такая более сложная комбинация, потому что организация получател все равно делает этот уточненный перечень на всю зону, потому что им же все равно нужно, у них все еще это было, они это тратили, и они потратили меньше, все, что они потратили, они вернули. И параллельно, глядя на все вот эти вот эти вот кучу перечень, вы еще готовите вот эти вот с партнерами перечень, в которых уже будет ровно то, что вы им передаете согласно соглашению про ООНа с вашим партнером. Мы к этому еще вернемся, это вы уже запекрошен запутся. Да, начало это лучше. Да, ну это вот у меня было в пункте про перечень, но мы все равно это забегаем, потому что про перечень там достаточно много. Мы же еще про перечень, про перечень я опустила, я отстывала это хорошо. Ну я вот не оттуда, поэтому тоже поделюсь. А, что вы уже носили, что ли? Да, мы уже в принципе завтра отдаем перечень. Класс, вы были у этой с Россией? Да, и с Ван Ваночей тоже общаюсь, он тоже все посмотрел, там, слово «услуга» где-то убрал, где-то добавил. Класс. Все, то есть, я вот тебе лета была. Обычно это три раза, ну три раза. Ну это просто на Инкарте. У него, по-моему, такое блаженное лицо делается, как-то. Ну он нас тоже, потому что он меня тогда выделяет, так, идемте сюда. это не все, это не все так и число по-дам. Мы с ним уже третий раз. Это в смысле вот... Было с первой попытки мы его отнесли, но вот там чуть-чуть через палец, и в следующий раз вы отнесли. Да, да, да. Это первый раз как-то такое. Что с чем? Да, потому что первое... Обычно три раза это вот надо просто морально подготовиться к этому, чтобы... он сам вас выбирал, поэтому у него уже все... Ну, такое счастье. Господи, потом вы пришли тебе покажете, что у нас получилось. Ладно, у них просто перечень не читала же, но все простенько, 10 позиций нужно, ну 15. Да? У нас просто перечень. Да, а у них же штаб 20 с мероприятием. И мне просто лучше сколько подаете вот по сортам, и что будет, например, с рукарандашиком, когда уже готовится... Я так думаю, что да, или можно послать во-первых ей... А как зовут Эду Санцевич? Анна, да? Или она не представлялась в алгоритм? Да, но, с сожалению, не электронного адреса или нет? Нет, есть там на сайте на сайте Минэкономики, где будут все принеслазить в АЛИДП, там есть и его адрес электронный. То есть мой алгоритм был, что вот мы как-то допилим его, пошли по электронной версии, там будут наши телефоны, она позвонит, или вы сами там через одно количество дней наберете, спросите, можно ли прийти посоветоваться, да, и тогда распечатайте себе этот перечень, она вам там подчеркает обязательно. Это же психологически проще, потому что Иван Иванович, он как настроение, он может и эмоционально очень это все так обсуждать, что выходишь оттуда и думаешь, боже, он, это отдельная история. Ну, просто спокойно к этому относиться, все через это проходят. Класс, очень хорошо, что у вас так уже. Так, читаем часть третью, как мне было, соблюдаем позрачность закупок, не ведем тайные переговоры с поставщиками, все честно, консультируем, отвечаем на все их вопросы, предоставляем информацию о том, что такое международная техническая помощь, предоставляем ссылки на законодательство, предоставляем информацию о перечне, почему вы хотите без НДС, вот это вот все вы очень, если вам нравится какой-то поставщик, вы ему все вот это рассказываете, все объясняет, чтобы он не боялся, чтобы он хотел поучаствовать в этом тендере, что это не страшно и незаконно, все супер-супер-супер законно, и вы с ним разговариваете вот об этом. А мне о том, какая должна быть цена, ну, пойдем. расскажите, когда лист это решено? А такой вопрос, если это не состоялось? Еще раз. И так, по крайней? Нет, не так, три раза, и вот, это мы уже это посмотрели, так, вот это вот еще, или тут вообще даже нет, про закупку из одного источника, или вот это вот. Короче, если у меня такой случай был, если не с три раза, согласно белорусскому законодательству, вывешивали, тогда это была истрейль, эти объявления, никто, подочнее, подавался только один заявитель, и все, в общем, они подготовили обоснование, что в Республике Беларусь нету других поставщиков таких-то товаров, на таких-то условиях, готовили большое-большое обоснование, лучше не было закупка из одного источника. Это четвертая, собственно, форма того, как мы осуществляем закупки, это когда нету конкурентов, то тогда, да, допустимо, является закупкой из одного источника. Но это через прохождение вот этой вот тендерной процедуры. Все очень долго. Да, это очень занимает много времени, это, конечно, ну, мы тогда уже просто смирились, да, это, получается, два месяца можно просто цилипаться со всеми этими парламентами. конечно же, не если тоже, ну, многие подают, стимулировать, чтобы подавать. Стимулировать, да, дать переговоры, звонить им, потому что многие, приглашать, да, на все время приглашать к участию, потому что многие, действительно, да, отхудевают все эти наши формулировки. в любом случае, то есть, скорее-то должно быть, вот прям, да, невозможно, чтобы не было, особенно, какие-то вещи, которые, да, это было у меня, тогда речь шла о закупке комплекса для кабинета противопожарной безопасности, по всяке тренажеры, как вот утопленника спасать, там, как при пожаре в помещении действовать, и там, это все были такие тренажеры-симуляторы, и это все изготавливалось на заказ, и это одна компания в Республике Беларусь, которая это делает. Вот таких вещей, да, мы не понимаем, ну, да, ничего больше не поделаешь, чтобы они приехали, сделали замеры этого помещения, это не то, что купил в России, адаптировал там под себя или в Китае, но не получится. И тогда, да, было понятно, что закупка из новосточников, в любых случаях, я думаю, не в вашем случае, тоже, с органным обеспечением. Ну, как сказать, они что-то очень нехорошо бывают. Ну, посмотрим, посмотрим. Вот, ну, это уже было, наверное, количество рассказов, но не помешает. Если не получается купить без НДС, то вы покупаете с НДСом и оплачиваете это за счет средств софинансирования. Но, ищите максимально поставщиков без НДС, которые готовы, вообще работают без НДС, а те, которые все-таки с НДСом, вы дожидаетесь, когда у вас есть перечень, вы их, там, кусок презентации, вот этой, которую я вам буду показывать, сшлете им этот кусок презентации, ссылку на сайт Министерства экономики, скан своего одобренного пенича и объясняйте, что с ними ничего страшного не случится, что все это законно, любой такой постконтроль вы показываете. Так, еще раз, получатель, из средств грантополучателя, это в том случае, если поставщик может, но не хочет почему-то прописать, что без НДС. Нет, кто-то работает с НДС, если это поставщики, которые работают без НДС вообще. А это формулировка там пишется. А когда он работает с НДС, он должен написать, когда он подает экономическое предложение, он может сделать две колонки, одно с НДС, а другое без НДС, сравниваться будет без НДС, а уже когда вы дошли до стадии договора, делаете там пунктик, согласно которому цена у вас без НДС, и основание... Ничего, вот строчка оплачивать НДС и средств гранты получаются. Например, топлива, вы с ними не сможете с НДС, а не только с НДС. У вас тоже нет? Ну, потому что есть такие моменты. Например, на заправку приехали, все, вы ничего не сделаете. Мы пришли к гастроному купить кофе-печенье, а там тоже идет СНДС, он изменивается с НДС. Ну, это самое лучшее, что вы можете для меня сделать. Собирать каких-то чеков с топливом, и потом вот это вот инициативы, потом вы будете возвращать это на счет, вы оплатите это со счета инициативы, а потом насчет инициативы будете основания писать, чтобы было понятно, что вы за деньги возвращаете, к какому пункту они относятся, и возвращать эту сумму на счет. Это чтобы увеличивать, софтфинансирование. И это увеличит в результате ваше софтфинансирование. Это будет нежно, потому что увеличивать софтфинансирование не можно. У меня было такое, чек из гастронома, берется страничка формата А4, эти чеки клеятся, 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 потом в результате в конце складывается, потом сидишь и деляешь этот НДС, ну, я бы хотела это не проверять, но мне приходится это проверять, высчитывайте, конечно, там находятся какие-то ошибки, где-то не заподняли этот НДС. То есть это никак не превратишь в какую-то эксцентральную штуку, это вот как бы дурень с калькулятором. Да, к сожалению, нет, но мы когда по топливам мы делали какие-то тоже эти вот карты, то есть у нас была отчетность, но мы ее прикладываем просто к инициативе тоже. Видите ли, она приняла ее. Если в вашем случае ездит, вообще у вас в одном нет каких-то командировок, ничего по металу, но если человек ездит в командировку, это может быть только штатный сотрудник ездит в командировку, когда ему могут вот эти всякие бумажки отправлять в командировку с, как это называется, транспортной ордерой, всякие вот это вот, штуки всякие, которые даются штатному сотруднику, по договору подряд невозможно поехать к организации в командировку, поэтому это не обсуждается. Может обсуждаться только там, да, обретение топлива, худший вариант, потому что НДС присутствует, или же оказание транспортных услуг, и тогда там уже просто сумма без НДС, и вас не касается, что там это топливо стоило, у вас есть договор, и очень часто у вас есть опытные инициативы, которые удается всю инициативу реализовать, правда, можно быть на год, на полгода, но с меньшим бюджетом учиться инициатива, работая только с поставщиками без НДС. И в командировке они могут тогда вообще подать только в конце перечень, а в начале он для помощи не нужен, в конце они только подают уже перечень с конкретными точными цифрами согласно их бумажной документации финансовой финансовой отчетности. Хороший НДС, если он возникает, это всегда расход, который несет на себе организация грамотополучателей. Вы все еще хотите реализовываться на цели? У нас выходят. Еще с соглашениями подписываются. У вас еще нет шансов, у нас уже нет шансов. Мы уже связаны. Вот. Еще не только НДС, но референции. Читаем вот этот указ, потом на него на другом слайде ссылка, где подробно еще какие-то околичности будут применены к этому указу расписаны, где на него можно просто там ткнуть в этой презентации и перейти на почтение. Неследовая засылка еще действительно может оказаться уже недействительной. токсик токсик 20 и там еще сейчас СССР нам упрали. СССР. был, сейчас нет. Знамы. Это мы пока не обсуждали. подряды получается сознательно. Ничего отчима. Я поскочила на свой отчет бухтаблицу, это мы оставим на потом. Вот что не допускается, на что не допускается тратить деньги у вас собственно такого и нет, но на всякий случай вы с этим ознакомились, вы это хранитель. Так а зачем если мы уже все подавали, все показывали, куда вы играли. Вдруг вы захотите на питание пойти набраться чеками водки. Так у нас это форилизация инициативы в рабочем плане. У вас питания нету? у вас написано организация питания, потом прикладываться в ТМ-ка и там написано водка 10 бутылок и ручка с золотым бутылок для участников обучения обучения поэтому этот список мы все-таки читаем и понимаем, что мы не тратим то есть у вас же некуда водки и бутерброды у вас не перечисли поэтому вы просто знаете, что на такое тратим деньги то есть красная икра сюда подказать не подказать не подказать на водку бухгалтер перед уходом лаву на баланс умудрилась поставить ящик водки и красную икру И что ей потом было? Она перед уходом с Эггеномалией. Ну да, ну хорошо, я потом скажу дальше. Я не знаю, но я так вот оставлю. Еще там. Вот, в общем, Никой потом, наверное, называли. Ну, конечно, называли. Только если она уже ушла на пенсию и уехала за границу. Да, и кто могут найти. Ну, уже, может, сейчас так и могут. Раньше не говорят. Да. В общем, икру, да, пожалуйста. В пределах бюджета, что вы писали на одно мероприятие, на одного человека, кофе-паузу, там, семь-восемь долларов, опять до пятнадцати. Пожалуйста. Конечно, я, конечно, буду торговаться. Да, нужно быть торгов. Так, сейчас мы тогда это оставим и перейдем к примерам. Сейчас возьму закупку какую-нибудь. Ммм. Да? Годится вот такое. Вот только. Почти то, что до того, как вы совершили кладежь, в этом файле есть. Закупка на вот такую сумму примерно. Вот как это выглядит, ваш запрос. Читайте, пожалуйста, и мы потом будем обсуждать. Вот она наша фраза. Она многосложная, но при этом мы ее вписываем. Мы себе сразу кладем на отдельную полочку в глазах потенциальных продавцов. Но мы об этом везде декланируем. Ну, нормально видно, да? Угу. Я так уже пойду чуть ниже, да? Уж не знаю. Уж не знаю, все это вычинено. Уж не знаю, все эти номера, это неинтересно. Угу. Вот. Вот они условия в этом запросе мы формулировали вот в таком формате. Еще раз повторю, что это не 100% обязательно. Если у вас есть свои стандарты того, как вы готовите запросы, коммерческие предложения и новую документацию, то вы можете воспользоваться вашими формами, но при этом мы просим, чтобы вы отвечали, вы в этих запросах указывали вот эти требования, на которые мы хотим знать ответы. Всегда поступать за ней? Да. За исключением случаев, вот как с этими комплексами были для кабинета безопасности и жизнедеятельности, на материалы можно запросить предоплату. Да. Потому что мы там материалы составляли, может, 70% всей, и это все было нужно из чего-то, из каких-то стрематериалов, что-то делать, делать, делать. Поэтому вот там материалы… Да. В случае с программным обеспечением, это что мы меняем? Совсем. Так, так, так. Вот, смотрите, что вы пишете про МДС в теме предложения. Можно секундочку. Вы руководители, бухгалтеры, да? Вот, если тоже тут заказываем. Это у нас заработка будет помесячная? Мы можем к этому вернуться. Я думаю, что логично делать все помесячные, но при договоре подряда это не 100% обязательно. нужно закрывать актами выполненных работ, составленных на основе технического задания, которое прилагается к договору. В техническом задании тоже, если помесячно, то помесячно прописывать. Это все или нет. То есть какие-то моменты? Ну, может, это даже не разница. Какие-то шумы. Поэтому, да. Поэтому это на ваше усмотрение. Вы можете, как вам удобно сделать в этих обстоятельствах. Ну, логично, наверное, в конкретных этих случаях прописывать, что там акт одномесячный, как-то раскидать все ваши обязанности на вот эти 12 актов. Но, да, то есть для этого нужно, вот у меня есть заготовка общей обязанности менеджера инициативы. Все равно там у меня тут какие-то там текущие моменты всегда можно писать, добавлять, что вы занимались текущей работой. А какие-то, да. Ну, сами для себя определять. Да, диаплата, она тоже может быть неравномерно. Подготовка отчета, она будет попадать в какой-то один, получается, в месяц. Ну, тут два раза получится у вас подготовка, типа там этого. Это на ваше усмотрение. Вы можете это сделать на ваше усмотрение. Хотя, ну, логично, для простоты всякой отчетности делится это на 12. Вам все равно вам все надо будет сделать за 12 месяцев за вот эту сумму и за какую-либо сумму. То есть, если мы как-то общее пропишем, то все классично, а потом будет промежуточный акт будет нормально. Ну, просто главное, чтобы конечный акт все закрывал. Да. И, получается, будет прописана оплата после акта выполненных работ. Первому, первому. Ну, если там будет 10. Да, вот, кстати. По акту. Вообще, любые оплаты идут по акту. Неважно, это промежуточный акт или окончательный акт. После полной предоставлению. Ну, вот смотрите, какая рыба по менеджеру инициативе. Да. Спасибо. Может быть, тут про это еще не написано. Не помню. Просто обязанность себя расписываться по месяцам поврятно. Потому что, если указывать, что после ребенка работ оплачивается, тогда просто конкретно то, что в этот месяц делается. И так каждый раз нужно. А когда мы задание подаем, у человека берем на весь год. И там же по месяцам тоже оно не распишется. Не распишется. Но в актах вы можете... Сейчас я могу, это у меня, наверное, акт. Сейчас попытаюсь вспомнить. В договоре мы на весь год взяли. Да. Но что будет тогда являться вот то, что работа принята, и тогда договор будет прописано, что может прежде начать со сна. Он может быть со сна. Но это точно нет. Только на какой-то промежуток времени. То есть, если вы хотите... Да. А вот это как уже штат вы сотрудник превращаете? Это уклонение от долга. Да. Вот, год, 30-м числом вы выплачиваете там. То есть, получается, сроковое действие. И мы с этим каждый раз коммерческие предложения пишут. По меня он сам руководитель. У нас было по нашему прошлу, что мы лентая плачем. Да. У нас, значит, получается, было такое повышение, мы делали договоратор-приарный период целый год. Соответственно, вот вступает в сферу в силу вашего знания белорусского законодательства. здесь вы соблюдаете его. Тогда вы можете делать 12 договоров. И тогда из-за антических предложений можно. А почему мешает взять или нет возможности у вас, например, человеку? Да что мешает взять? Какие-то, может, возникают какие-то другие платы в связи с этим? Нет, но это на 40% увеличивается стоимость. Это без НДС ведь. Кто? Нет, это штат. Да, потому что это ФСЗН. Что получается ФСЗН, если здесь то ФСЗН не платится? Именно с этих спирантовых, вот это сейчас не получается, потому что мы предусматриваем. ФСЗН сколько платится? Вообще? За у нас как инициативу. За у нас сутки размещено. Не ФСЗН, не подоход. Шорт. Вопрос-то? Хорошо, это вопрос. Как раз тогда я вам обличаю на счет 12 коммерческих предложений. Ну, как он рулевает-то? ФСЗН? ФСЗН? ФСЗН. 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 у всяких менеджеров и прочее возвращаемся к мы пойдем через 10 минут даже чуть раньше пойдем сейчас посмотрим это запрос коммерческих предложений вот видите написано как у нас ндс предложение что мы тут пишем такая фразочка требования после продажи на новом службе не является обязательным это такие пристраховки всякие на ваше усмотрение тоже штатные санкции это все тоже взято из каких-то шаблонов для которых это было актуально это неправильно согласно белорусскому стандартам больше одного процента это старые какие-то формулировки когда это было правильно поэтому это не не берете ровно слепо и копируете вы рассматриваете как инструмент к действиям и редактированию с учетом вот смотрите при таком вот полоток то что у нас идет спецификации техническое задание тяги например полиграфическую продукцию и вот так разбиваем на эти лоты и ожидаем что нам точно также подряд ответы на коммерческое предложение тоже уловлены вопрос маленький потом буду прекратить как продукция понятно что там там не знаю блокнот и буклеты и бейдж можно заказать у одного но допустим штука форматную можно заказывать у другого и я когда задерживается не выслит ошибкой что я вот обратилась к другому полиграфею ну мы точно вы можете это все равно лотами вы послали поставщику у которого например это дорого он просто напишет по этому лоту он у вас не проходит сейчас мы с вами напустимся и посмотрим вот так ему расписали здесь в качестве примера организация должна все все эти лоты выполнить и вы конкретный лот купите одного поставщика вот смотрите это значит выкатил вы как заказчик ну вот тут мы написали какие-то примеры выдачили старые коммерческие предложения со старыми нулями какие-то вот так они вам отвечают в ответ на это вот так вот они три раза вам ответили написали 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 вот и достаточно в электронном виде без с печати и а хранится в оригинале тоже когда потому что ну это смешно возить оригиналы коммерческих предложений чтобы хранить в оригиналом значит вот у меня нет образца приказов создания комиссии на я надеюсь что если я не найду то у вас самих есть представление о том как приказ о создании комиссии как она провелируется согласно а сколько там есть какие-то требования ну нет я думаю что тут тоже опираемся на белорусское законодательство все и вот пример протокола создания какой-то комиссии опять же вся наша вот эта история с названием проекта и прочее и пишем что вот полоту один вот видите столько коммерческих предложений вот они перечислены и вот решение некая такая подводка наиболее выгодный вариант и решение комиссии это все тоже как в качестве примера возможно в блинче есть еще какие-то более такие приемлемые что одна и та же организация во всех лотах и вот этот мы распечатываем все штампик росписи и сканировали да и папочку тоже есть и справа с нами да а то есть мы говорим о том что я поняла нет ладно я поняла задала вопрос и сразу все решила и сразу все решила вот потом по второму лоту пошло потом по третьему лоту еще какой-то лоты 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 пошли но это уже закрыт все все и результате тут оказалось что да у одной я так понимаю компании оказались по всем пунктам лучшие цены а до того но это больше протокол скрытие предложений это больше касается именно надо удалить чтобы не путаться скрытие предложений больше к тем того относится но есть и формочка вскрытия ну все тогда вот вот это что касается за покупки до заключения договора потом типовой договор на услуги у нас тоже есть типовой очень простенький договор на него можно наращивать всяческое мясо сейчас я его покажу на питание вот типовой наш который мы с вами когда мы заказываем питание мы и вот я его чуть-чуть переделала в смысле кому что это адресовано с кем заключается договор но в целом по сути это вот наш договор брон с любимым подрядчиком такой мы заключаем вот предмет договора видите опять та же самая история всылаемся также на номер мероприятия согласно рабочему плану пункт 1.4 пишем что источник финансирования международно-техническая помощь если же там и то и другое то так и пишем что там источник финансирования международно-техническая помощь и собственные средства заказчика порядок порядок оказания услуг тут ничего дающегося и собственно если почему собственное финансирование да вы видите собственно это софинансирование а вы видите сколько это на этапе договор это уже к тому моменту это же договор уже к тому моменту обсудили с вашим победителем какая будет сумма вы уже для себя знаете какая будет сумма из грантовых средств и какая из негрантовых и вы так же и пишите что общая сумма договора она такая-то из этого средств международно-технической помощи такая-то сумма и средств софинансирования софинансирования неупотребляемы собственные средства заказчика такая-то сумма и забородировать чего договор нет договора только штампы только штампы договора нет это внутренняя документация все что идет в люди ну а что в люди в люди договоры там вторая китара нет там штампы там изделие штампы или подписаны анкеты анкеты уже ну если это у него форма какая-то глуха формы если мы сделаем там уже не забрендируешь почему уже есть шапка там нужно оставить логотипы короче везде куда можно соблюдаться размеры мне кажется что это трудно это интересно потому что мы вот своим глухом будем не заморачиваться я вот ищу если можно не заморачиваться мы не спрашиваемся все знают ну а знаете любят потому что они любят у нас там-то и офис так строг ну что ну вот значит ну а нет нет так поехали чуть-чуть на университет да да там же должны определенные разговоры а в угол форме это может быть сюжет еще что-то это уже нарушение ну вот цена и порядок расчетов посмотрите пожалуйста тоже ничего такого уникального нету устанавливается может оплатить выплачивается будет ну да нет это у нас такая формировка это у нас такая формировка вы можете это изменить мы не сидят посмотрели Беларусь у нас разрешение споров ну там нужно к этой ссылке перейти как у нас разрешаются сейчас я вам покажу где у нас еще например менеджеры инициативы так вам больше поэтому написано вот вот действующим законодательством убрали сначала был юнситрав у нас вот а сейчас его уже нет хотя нужно перейти вот по этой ссылке которая вот на этом договоре указана в общем условия договоров по этой ссылке перейдите и посмотрите пожалуйста вот типовой акт совершенно непритязательный тут даже не перечислено за что потому что это питание с ним все просто или там будет стоянка а если акт то очень простой например это какая-то не знаю физлицо которая там на крахように вас накормила вот я этоور если в соответствии с условием договора в полном объеме то есть мы же ещё и техническое задание помню прикладывали то есть у нас все договоры шли с техническим заданием и если всё в соответствии с техническим заданием от spoke to что в соответствии с условиями договора, задание это как приложение договора, значит неотъемлемая часть, то тогда не надо их все в акции перечислять. Да, если есть, если нет, то лучше что-то на вывод. Нет, техническое задание просто, даже для закупок до 2 500, это все равно тоже хорошо. Оно только самим, во-первых, структурирует мысли ваши, что вы хотите купить. И вам легче общаться с теми, от кого вы ждете коммерческие предложения. Потому что разговор на пальцах обычно заканчивается тем, что все все перепутали, забыли и не то предлагают. Ну и потом, когда при проверке, когда ты говоришь, что не пропишешь. Да, 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 да. Все, но не ответил на счет этого слова. Да, это вообще застройка. Так, вот на этом мы можем пока остановиться. Выйдеть, у наше старое русло сходить на обед, вернуться, про закупки. Дома технической помощи. Вот все перечислены, все названия документов, которые, они старые, как вы видите, очень старые, которые отвечают на вопрос, что это такое и чем регулируется. Все, эта презентация будет у вас. И ее же, именно про этот кусок. И дальше, по следующей пару страниц я говорила о том, что это рассылать потенциальным вашим поставщикам услуг и товаров, чтобы они сами имели возможность познакомиться со всем этим добром, скопировать себя, хранить, выучить, понять отличие международной технической помощи от гуманитарной помощи, постигнуть, что подведомственная международная техническая помощь Министерства экономики, в отличие от департамента гуманитарной деятельности. Это все разные истории, разные законы жанра. А не будет там закон такой-то, пункт такой-то, чтобы быстрее искать? Нет, там все только про это. Там не огромное. Там еще есть куда углубляться, дописывать и прочее, но сейчас оно такое, какое оно есть, и там не запутаешься. Еще партнеров непонятно, какой пункт будет конкретно интересовать, поэтому ты лучше все почитаешь. Ну да, потому что вообще для многих, многие люди просто еще учат вообще слово МТВ-аббревиатура, международная техническая помощь, как таковую вообще, что это такое. На сайте Министерства экономики есть закладка «Международное техническое сотрудничество». Вот ссылка на эту информацию, которая у них на сайте содержится на эту тему. И можно туда пойти и почитать закладку. Как раз-таки там будет и про регистрацию проездка, регистрацию перечней, куда обращаться, формы документов. Может быть, я забегаю чуть-чуть наперед, но я об этом говорю. Вот это та. А вот эта информация уже, это есть отдельный сайт, он как-то смыкается с Министерством экономики сайта, но все-таки это отдельная такая структура, отдельное его лицо. Они собирают для всяческих нужд, потому что они обслуживают и только Министерство экономики, и другие министерства, которые также участвуют в проектах международной технической помощи. У нас есть Министерство еще более активное, чем Министерство экономики. Это Министерство природных ресурсов. Они уже сами напрямую, без пролон, являются подрядчиками у Евросоюза. Да, ему же не нужно. Они повысили свой потенциал, и им нужны посредники, поэтому это намного удобнее, поэтому для таких ведомств это все сводится на этом сайте, там много полезного. У него по формату можно, ну, удобнее копаться, чем на сайте Министерства. Там что-то еще. Болото, там как-то, шашлыки, все такое. Они у вас? Нет, у нас по болотам еще что-то делают, взять этот проект. И еще у нас, у нас еще не только его следует, в случае ГЭФ тоже, ну, донор. И ГЭФ иногда работает через проны, иногда напрямую. Если это Министерство природных ресурсов, то он может с ними напрямую. А если это какие-то другие структуры, типа заповедника, у которых еще нет типа потенциала, поэтому тогда они все-таки выбирают, ну, еще много. Каждая организация, потому что нужно вырастить этих людей, чтобы им никуда не должны деться, эти люди, не уйти, потому что они могут на раз-два уйти. Поэтому, по-всякому, бывают такие-таки модусы. То есть мы должны понимать, что ПРООН это некая организация, которая, при том, что у нее есть отдельная своя миссия, он еще выступает с подрядчиком Евросоюза, обеспечивая на должном уровне все процедуры и правила, которые приемлемы для Евросоюза. Если таковые организации есть уже на Дороге в Беларуси, как Министерство природоохранных ресурсов, то тогда не нужно обращаться к услугам ПРООНа. А сколько ПРООН бьет процентов за деньги? Возвом расскажет. Интересно, а что мы захотели? Не то, что коммерческая, но немало, скажем так. ПРООН. Дорого. ПРООН дорог. То есть в этом идут потери для донора, и для грантополучателей, потому что Министерство экономики его вовнутрь и обратиться в Евросоюз, написав заявку хорошую на пару миллионов долларов, и все там изложить. При этом пообещать, что да-да, мы реализуем все это, мы можем. Тогда бы они все эти миллионы получили сами. Ну, не сами, а все эти активности, которые там запланированы. А тут получается, что есть еще посредние. И у нас очень работать надо. Это все вот эти процедуры соблюдать, нанимать вот этот офис, платить сотрудникам. Эти все стадии верификации, проверки документов. Эти формы разработка, отчетность. А наш отдел закупок, а наш отдел бухгалтерский. Там куча людей, которые... Потому что каждая бумажка должна быть идеальна. Вот. И это очень не дешево. Поэтому в целом тенденция такова, что как только про Евросоюз или про ООН работают долго в стране, заращивается рано или поздно собственный потенциал в министерствах, и они готовы напрямую работать не только с Евросоюзом как донором, а с другими донорами тоже. Но у них уже есть понимание, что такое международная процедура отчетности, аудита и прочее. То есть они должны нажиться на топы с шишками. Налогообложение международной технической помощи. И предоставление льгот. Вот опять же... Ну, это очень общая фраза, собственно. Здесь, я думаю, достаточно предыдущего слайда, который отвечает вам на эти вопросы. То есть это надо просто бухгалтеру, юристу в инициативе с этим ознакомиться, и чтобы быть, во-первых, самому готовым ко встречам с какими-то проверяющими органами, во-вторых, для разговоров с поставщиками услуг. Ну вот, то, что мы уже говорили с вами неформально, теперь можем говорить, вот это написано здесь, в этой фразе, про то, каким инструментом нужно воспользоваться, чтобы получить налоговые льготы. Это вот прямая ссылка на этот перечень, его можно там скачать. Или вернуться. Вот на этот слайд. Говорите, когда... У вас презентация? Ну вот, еще раз, прочитайте это, пожалуйста, уже это было, наверное, количество у нас сказано. Но вот эти формулировочки, именно в таких формулировочках можно рассылать поставщикам услуг. Ну вот, документы внесены были, ну там 9 пункт добавили, как раз в поставщик. Мне кажется, что это высоте... В этом 15-22 вы хотите сказать? Ну, как-то вот там тоже были какие-то такие формулировки, там вот тоже не признаются объекты у вас вложения. Ну, хорошо, ну, не смотрите, пожалуйста, да? А вот вопрос, если контрядчики, я в перечне это задавала, допустим, каким-то услугам будут из другой страны, что будет являться и можно ли? Для них доказательства, почему они могут. Вы же говорили, что все эти опустии, что они тоже могут без НДС. Нет никаких препятствий, если вы на счете можете... Ну, нужно с ними разговаривать, что им нужно. Все, что вы можете предъявить, это наше законодательство. Они не имеют свою законодательство. Ну, так вот, а я же не знаю, надо уточнять, какое у них, что у них на связи. Но у нас был такой опыт. Но мы, наверное, работали по скейт-оборудованию из России, для скейт-парка. Но там, наверное, поставщик услуг в принципе работал без НДС. Поэтому это тоже было в 15-16 году. А с тех пор я к этому не возвращалась. Но я думаю, что так, нужно разговаривать с этим поставщиком, чем у них, что для них является доказательством. А мы подтверждать будем, если это будет в интернав-магазине, например? Нет, у нас же районарда. Да, у них же есть акты тоже есть. Это все цитаты из этого законодательства на самом деле. Выборное то, что мы сочли самым таким ярким, выверка выраженным, и подтверждающим то, о чем мы говорим при обучении наших грантополучателями. Поэтому я могу дальше проехаться на эту же тему. Я уже это вставила в наши договора, которые я в Шаблоне вам подготовила. Эта фраза вставлена, но тем не менее она еще присутствует и в этой презентации. Я вам советую везде запихивать именно номер регистрационный, прочее. Вас когда-нибудь, если бросить на мероприятие в какой-то сельской местности, они про это не слышали, ну что за чудо-юду такое. Обязательно приходит какой-нибудь представитель органов безопасности. Он не задает вопрос, он ничего не понимает. Я такой быстрее, вот эти все номера, пробил по своим базам, и все ему понятно. И так вы снимаете с себя необходимость, что-то там подробно объяснять, кто вы есть, кто вам вообще там там там. А упрощенка полагается? Вот пишут три по МДС, по подоходу. А упрощенка, они что-то полагаются тогда? Нет, так упрощенки там же в принципе просто этот налог от деятельности своей компании. Она не имеет отношения к этому. Ну сама организация, если она... Учественные... Деньги полученные, они здесь не признаются вне ризационным доходом. А, в смысле, что они доход этот, если у них превысит? Да не превысит. Вот я получила эти деньги, а я работаю по упрощенке. Ну и что? Если вы... А, если вы на... Да, подняла, если вас типа там превысили какую-то сумму дохода... Если только превысите вы, тогда... А если вы не превышаете упрощенки, то это долго. Там же упрощенка, если вы... Да, подняла, подняла, подняла. Вот не более... Вот сейчас я по этим годам не схожу в сумму. Я тоже не знаю. Еще там. Еще? Вот. Значит, не признаются объектами обложения. НДС, понятно, разобрались. Денежные средства, в том числе, полученные по налогу на прибыль. Ну это же эти имеются в виду? Именно в рамках этих. Там же налог на прибыль, он конкретно на определенные цели начисляется. База налоговая. Она же не балом берется. Вот эти деньги, они из налоговой базы просто вычитаются. Кстати, да, по упрощенке я вспомню. А может, тоже по упрощенке. И у нас получается как? Вот эта сумма, она вычиталась из упрощенки. Ну, из налоговой базы. Она не вычиталась. Потому что она не должна облагаться налогами. А почему? Здесь же не написано. Здесь только пишут прибыль. Так это же налоговая. Это же налоговая база, конечно. Не, упрощенка, она заменяет у Влада всех налогов. Я бы ее вложила. Нет, где-то там тоже есть. Потому что давайте дождемся. По этому пункту, я уверена, у нашей Ольги Крабовой, я же буду сказать. Да, правильно. Я думаю, что мы точно находили на аналогов. Да, мы на консультацию как раз ходили. Мы туда записывались официально, через журнальчик. Они сказали, что мы вычитаем. Вот эту по инициативе мы вычитали из налогооблагаемой базы. Все вычитали. Она не облагается налогами. Я не знаю, я бы обложила налогами. Потому что прощенка была заменена у Влада всех налогов. Там есть какой-то документ. Я сейчас сразу скажу, что были документы, которые были. Вот вы пригодили в саму начале. Там три источника было. Там написано, что реальная техническая помощь не облагается налогами. Там какая-то такая общая формулировка была. Те документы, которые там были. Я не знаю, что я слышу. Может, просто слышу. Вот это? Вот здесь. Где-то было, мне кажется, из этих. Не знаю. Вот в первую, по-моему, нет. А международная техническая помощь. Но главное, это в 460-м. Точно. Там что-то такое есть о том, что не облагается налогами. И не является налогооблагаемой базой. Так вот, все есть. Там в этом прощенке. А ну, там в этом указе. Так это что-то цитаты. Я вот в этом слове, я поняла, что это цитаты. Нет, ну, это выжилки. В 460-м вот этом указе, там какая-то такая формулировка была. Потому что мы на него и ссылались тогда. Ну, мы можем потом, если он не станет за время, вместе наезде прочитать этот указ. Урон коэффицируется. Потому что, я вспомнила, мы тогда еще записывались конкретно на консультацию, чтобы это везде официально прошло. Ну, конечно. Чтобы это и вычитали. Из налогового, наверное, и базы. Вот эту функцию. Ну, то есть, как будто у вас и не было этого охрана. То есть, свои доходы мы... Она не включается. Вот только свои показывали, да? Точные. Ну, вот она. Так, 15-й год был уже школом. Здесь 5 лет прошло. Да. Что-то и делали. О, уже сколько-то 5 лет уже, да. Так, ну, вот прям печень опять. Соответственно, единственным связующим звеном у вас, особенно после реализации инициативы, то, что вы этим занимались, у вас остается на руках печень. Вот. Вот правила подачи, которые тоже взяты на сайте Министерства экономики. Есть два модуса подачи. Один на начальном этапе, если вы планируете работать... Ну, вообще, выплачивать зарплаты, во-первых. А во-вторых, работать с поставщиками, которые работают с НДС. Вот. И поэтому тогда вам нужно подавать перечень на начальном этапе реализации инициативы. Если же зарплата, есть такие инициативы, как вообще нет никаких зарплат, только есть какие-то товары и услуги, и все они без НДС, тогда люди подают перечень вот в эти сроки, и позднее 40 дней после завершения реализации инициативы, когда у них есть совершенно точные цены на все услуги в белорусских рублях, подтвержденные всякими актами, ТТН-ками и же с ними, и плюс они оттуда еще выбирают точные формулировки из этих актов ТТН-ок, и вот так модифицируют свой этот перечень, чтобы он, при этом, конечно, он должен совпадать с рабочим планом, но формулировки могут быть чуть иными, потому что какие-то вещи там, как они называются в классификаторе, как они называли, как вы написали это в рабочем плане, могут отличаться. Типа там бойлер, термопод, вот у них же есть разное название этих слов. Вы всегда, это тоже важно знать еще на этапе разработки, это я так немножко перескакиваю, что когда вы пишете рабочий план, вы звоните, во-первых, вы спрашиваете цену потенциальных поставщиков, а во-вторых, спрашиваете, а как вы пишете ваших накладных, как вы называете это, и тогда такое слово вы вписываете себе в рабочий план и бюджет. Или же, если вы не звоните, то вы смотрите в классификатор, но, наверное, это дольше, проще позвонить потенциальному, протасу и спросить, что у него. Или на сайт зайти, чтобы с терминологией определиться именно вот в соответствии с тем, чтобы все совпадало. Подобных под конец у вас был документ по накладным и по перечню, вот ровненько формулированный. Получается, в накладной, если у них числятся в базе своей, называется там... Термопотом не придут. Ну, например, у них будет чайник нагревательный, то мы просим, чтобы... А у нас написано термопот, и мы просим, чтобы они написали чайник нагревательный, в скобочках термопот. Если они согласны, тут на в скобочках. Ну, они будут вам что-то пройти. Потому что по другому анализируют. Да, конечно, да. Тогда вам так вот именно... Они могут сразу там окуты написать. Не, не факт. У них же там как-то регулируется то, на что у них есть лицензия, номенклатура, на что они, какое число они могут продавать. Поэтому тут есть вопросы. Это разговаривайте отдельно с ними и уточняйте вот эти фразочки. Это важно на самом деле, потому что кто-нибудь, если очень захочет докопаться, то это становится источником докопа. Ну, каждый проверяющий по ценам проверяет. И это больше всего, ну, то есть именно к товарам. Потому что если про услуги как-то... Ну, это так или это, но все равно как-то все про то же самое. То с товарами бывают такие массы. Процедура. Как это происходит? Замечательно. Ну, я уже частично вам рассказала, что вы заключили соглашение с организацией донором. У вас есть дата, номер там, какого-то договора или еще там в духе. Вы готовите перечень согласно правилам Министерства экономики. Все документы, которые к перечню прилагаются, вы тоже подготавливаете. Это запроводительное письмо и обоснование перечня. Также свидетельство о присвоении УНП. Берете скан подписанной заявки. Это уже лишнее. Там на сайте этого не написано, но как выяснилось сегодня, это тоже требуется. Скан заявки с вашей печати. Нет, заявки сама не надо. Для этого у них есть. А, да. Они самостоятельные. А, соглашение. Все. Рабочие планы, которые тоже с печатью. И вот соглашение, как оказалось, тоже, которое у вас... Я не знаю, не уточнила у них рабочие планы. Что-то они там скажут. Рабочие планы имеются в его год сам или в год до бюджета. То есть все страницы рабочего плана. Видите ли, у нас же к тому комплекту, что вы получили, там только рабочий план. Я сегодня скажу... Там рабочие планы, риски, эффекты и бюджет. Там получаются результаты, да, там какие-то индикаторы. То есть там 4 получаются. А, это одно приложение. Да, наверное, лучше сделать все, на всякий случай. Да, хотя, конечно, и не может ли будут эти индикаторы эти интересные. И вообще, это наша заморочка разделить индикаторы. А бюджет может быть индикатор? А бюджет он сам будет сверять с заявкой. То есть у них есть база данных наших. Тебе больше, что этот в одном экземпляре. В четырех экземплярах нужен только сам перечень. А этот в одном экземпляре хайда рут. Что называется, не жалко. Но они там ничего... Нет, они не интересны совершенно. Просто, чтобы они спросили, а вот это еще? А вот, натяну, и это еще, и это, пожалуйста, и то, пожалуйста. И все вы принесли, чтобы не бегать 20 раз. Хотя у них есть у тебя база наших заявок. С бюджетами, с рабочими планами, сканами и все. Нет, я не открывал это все. Да, это все уже подписано, уже с печати. Нет, это то, что было подано на конкурс. А так еще подписана только ваша одна. Только вот эти заявки. А рабочий план нужно отдавать тот, который вы сделали в результате переработки. Он уже отличается немного, но от того рабочего плана, что вы поддавали хотя бы даже просто там русский язык почищен, и вот это вот все, он отличается. Но ему нужен вот этот вот, тот он старый сам посмотрит, когда к вашей заявке обратится, а уже то, на основе чего было заключено соглашение, нужно принести с собой. Это вы уничтожили. Да, так это, ну, в общем, нужно. Пусть будет соглашение и рабочий план в обязательном порядке. Все, вы это подали с энного количества раз, вас не поместил, то с первого, и потом вы ждете заседание комиссии, которая принимает решение о том, что вы признаете эту инициативу, этот перечень объекта международно-технической помощи. Заседание комиссии проводится не реже раза в месяц, или не чаще раза в месяц, но на сайте тоже правильно написано, но не часто, короче. И нужно, получается, в любом случае ожидать этого заседания. Они там это утвердят, это как международно-техническую помощь, и потом всем по указанным электронным адресам разошлют выписку из протокола заседания. Причем надо было с паспортом, со всех. А, ну, может, это бухгалтер, значит, или руководитель сам, вот, организация. То есть лично, она, ну, нам просто, например, скидывали, что-то проявил, нет, 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 я думаю, что вот, если напрямую с заявителем, то так, а там просто скидывали, чтобы мы знали, на каком свете наши заявители, просто нам для информации это скидывалось, потому что мы его напрямую... А, ну, не смотрите, потому что они по электронам везде тоже сбрасывают. Но, в моем случае, я помню, что оригинал-то перечень, вот, вот, главная причина, почему вы туда идете, вы зайдете за одним оригиналом в перечне. И за выпиской, которая уже не подписана в оригинал. Она вам дается в оригинале? Как же это? Получается, что вывезли из протокола, они делают вывезли из протокола под каждую инициативу, и каждому дают именно съемку. Получается, нужно поспешить подписать соглашение с вами, чтобы перечать на одно... Да, предназначено, сначала соглашение, а тут потом... Вы должны быть в перечне предклада. Это соглашение? Вы можете уже сходить, даже пока без соглашения. Сказать, мы все равно подчеркиваем. Да, да. Там одно местечко есть, где указывается дата этого соглашения, и все. Но единственное, что, ну, можете, правда, сказать, еще припорлись, еще в соглашение. Да. Такое, ну... Ну, посмотрим. Ваш документ сейчас в кантри-офисе рассмотрений, поэтому, если не будет замечаний, со стороны Ольги не было замечаний, все, что мы уже могли бы поправить, если в кантри-офисе не будет замечаний, то, да, я думаю, что вот в следующей неделе это так и случится. Вот, поэтому... Это уже не твое принципиальное. У вас есть очень много занятий, которые не требуют от вас наличия денег на счету, чтобы, значит, совершать ваши первые покупки. Ну, и перечислиться. Да, вот, там это тоже не один-две-две. Ну, нет, ну, Елизавета уже навояла там, я еще не проверяла, но... Одним образом глянула. Я уже понимаю, что там комплект полагает. Получается, мы можем уже делать запросы на новые предложения? Ничего, что это будет дата там раньше, чем подписание соглашения. Вы хотя бы тексты, успокаивайтесь с тем, можно сказать, что они не разрешены. Так уже что надо? Нет, дата должна быть после. Ну, конечно. Значит, разготавливаем все. Да, вы просто подготавливаете все эти тексты, все это, бумажка там, ну, вы же поняли, что... Особенно у вас с нами персонала будет, одно это развлечение вас займет на всю предстоящую неделю. С учетом того, что у вас еще и другие... Есть еще разводиться, что нужно будет по несколько месяцев. Ну да, вот это мы, вижу, ждем, что Ольга придется. Ну, оно подтвердится, понимаете. Она может сказать, что... Ну, типа, я так думаю, что... Ну, нам... Для нас... Это... Ну, раз у нас проходило так раньше, значит, для нас это не критично. Но это критично по белорусскому законодательству для самих организаций. Правильно я понимаю? Потому что... Потому что... Ну, там... Ну, так и так... Ну... Это не касается, что называется, трат денег по нашим правилам, вот ровно так вот. Посмотрим. А мы можем сделать запрос официально в налоговую и задать вопрос, сколько максимально можно сделать? И, правда, еще вот этого, мало ли, как там, есть... Сколько... Сколько на какой максимальный... Знаете, как они ответят? Нет, они могут, так сказать, читать и задать. Они вам все напишут, но не напишут. Но они в конце сделают приписку, что данное мнение является личным мнением консультанта. Нет, так это уже запрещено написать. Пишут. Такие... А ты всегда должна написать разъяснение. Я не могу отвечать только по вопросам обложения, но наукообложения. А здесь напишут, читать, ну, этот... Ну, на правом смысле. Может, по своему, по инспектору... Нет, звоните, это без смысл. Там каждый второй, туда три, где меняют. Нет, только что они сказали, что в Турске, а пока что они сказали. Они, кто-то меняют. Я так сказала. Это лишь тут на новое низкое районное. А если вы знаете, это должно... Ну, попробовать можно. Не факт, что... Комплект я вам присылала. И вот Виктории и Елизавете комплект... Пример, это не комплект, это пример запомнилый. Где там я просто написала перечень обоснования сопроводительного письма. Там только вставляя свои данные. Там идеально сделано. Но казалось, что уже нет. Нет, это риск какие-то... Нет, нет, нет. То есть, ну, что-то черт, что обоснование и еще что-то... Нет, из вас ждет только перечень. Не надо. Боже мой. Покажите. Покажите, я подробно расписала этот самый... Результаты. Надо было короче. Я же там все прямо расписала. Ну, да. Знаете, не надо. Меня это не интересует. Мы взяли из результата, из рабочего плана, где я вам там... Да, да. Вот видите, тут вообще ничего не хочу обходить. Сказала вам, на бланке не надо. Ну, да, это не надо. Кстати, да. Что они без бланка? Вот. Видите? А, вот только это. Господи, боже мой. Доходов. На что он тебе бы мешал, если бы это там было написано? Ну, надо же что-то чертнуть. Он сначала еще не дошел. Он тогда этот листик прочитал, и тут уже листик. Я не понял. А, где что найти почеркать? Фрес. Фрес за черт. Ух ты боже. В первый раз можно внести несколько вариантов. Не-не-не. Не получится. Вы сломаете игру. Да, вы сломаете. Да. Тут надо в этап. Поиграем. Да. Правильно. Да. Перечень можно подавать в валюте и в рублях. Но лучше на начальном плане в валюте. Потому что вы точно знаете, какие у вас есть соны в рабочем плане. А у нас еще он и перечень, потом ровненько в беларусских рублях. Ну, если же за рамки не выходят, то он, по-моему, и не подает. Ну, если он очень сильно отличается, то продает. Ну, тогда. Нет, если не отличается, то им не надо продавать уточненные. Но, судя по всему, у нас везде будут случаи, когда будет отличаться и, соответственно, лучше подать. И тогда уже уточненные в беларусских рублях. Да. Ну, конечно. Потому что у вас есть накладные. Все цифры написаны. Вы все это поскладывали, если требуется складывание разных накладных. И написали сумму. Но при этом все равно тоже ссылаетесь на пункты рабочего плана. Ну, это вот про комиссию, которая заседает не так часто. Вы дожидаетесь решения этой комиссии, получаете себе оригинал перечня, как лично посетив Министерство экономики. И тогда уже делаете скан ксерокопии этого оригинала перечня, его складываете в папочку и бережно храните. Да, ну, вот если в рамках все равно еще влазит, вы не понимаете, почему денежных объемов можно увеличить, превышать сумму статьи нельзя, если не было никакого решения по тому, что вам дополнительно донор еще дает средства. Поэтому это какая-то, наверняка, есть случай, к кому это относится. В наших случаях это не относится. Может быть, когда они имеют в виду по статье на ревизе? Ну, может быть, когда ревизе, да, по статье на эти самые 20% или сколько это там увеличилось. Это уже тоже предмет для того, чтобы подавать уточненный перечень. И прикладывать к нему документы, на основании чего вам позволено было увеличить эту статью на 20%. Ну, это мы решили на заседании КСП такое решение. Порой такая необходимость бывает, однозначно. Так. Ну, тут требования по поводу графа. Вот это не допускайте. Я вам уже все сделала, как это должно выглядеть. Но просто вы должны знать, что форматы и размер шрифта, не дай боже, другое быть размер шрифта, 14 там написано, это священная корова. Если ваш перечень переходит на вторую или на третью страничку, то шапку нужно на каждую страничку выдружать от этого перечня, чтобы было понятно. Не меняя шрифты, не пытаясь раздвинуть поля. Тогда все тоже нельзя. Хорошо. А ну, по-моему, шапку не переносили. Не, да, 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 вообще, он преносил. Там страшно повезло. Зашла? С большой стороны. Ну, они же помнят, что они вам уже дали слово. у нас такая папочка была всякими экземпляры хранили, где там все подчеркано мы это хранили не историей в прошлом проекте, но там точно были экземпляры, где шапка если по сути самого перечня, то вначале пишется персонал инициативы, это услуги специалистов мы можем конечно обратиться сейчас, интересно ли юристу или бухгалтеру про это послушать? интересно вам про перечень посмотреть? вы это делали? конечно, бухгалтеры и юристы не инициативы, а организации то есть не они будут отвечать, только Елизавета будет идти в композицию, и Кристина может быть только с точки зрения общего развития могу показать, как выглядит увеличение что там нельзя менять ну вот так выглядит сама форма перечня, вот как раз видите, протокол заседания комиссии по вопросу нужного технического сотрудничества будет вставлено номер этой подпись, да, это вот они в правую колонку вставят свою печать, что он одобрен вот здесь уже себя не пишут а вот внизу там еще и данные проекты, как вы видите у рекомендования адреса это ваше поставщикам не пишут, потому что у нас нет только про себя пишут вот здесь уже все вставлено да, здесь уже я все вставила ну и вот общий пункт 1 денежных средств из них направлены нам и пункт 1.1 с соответствующими подпунктами это услуги физлиц услуги специалистов по реализации инициативы это то, что когда сюда записываются все договоры подряды да, где человеком и считается а если в штате, то не услуги специалистов а тогда прописывается как у меня запросили в рубку ну вам это нет если в штате это случайно перескочило что-то, да? ну там где 1 там денежные средства из них направлены на доллары США 20 это просто что-то удалилось и поэтому так перескочило, верно? да, нет это все правильно а там где 2900 это просто сумма я взяла какую-то тут молчайся перечень это общая сумма она считается по формуле она нет она кстати впишется в руку внизу по формуле внизу по формуле там формула можно ручками сверить вот эту сумму общую на всю сумму, которую вы подвергаете вот этой процедуре получения перечня вы ее сюда вписываете все грамотовые средства сюда вписываются ручками вот все услуги специалистов по реализации инициативы это физлица и все потом идут юрлица тут в таких не получилось, что юрлица здесь нету и тогда вот издание полиграфической продукции и тогда в категории точнее в единице измерения ничего и в количестве тоже ничего ну там просто видите релакс, тент там просто видите и на это уже сейчас вот полуфей и не знаем ничего получается создать сайт ничего да, не читайте это ни в чем старайтесь я все равно считаю необходимы если есть возможность избежать всяких от глагольных существительных описать просто существительные типа мяч волейбольный не закупка мяча волейбольный просто мяч волейбольный или там дизайн какой-то продукции а в чем там где у нас несколько у нас в формулировке закупка для допустим, каворкинга двоеточие или там было скобка и больше все поставить лучше просто пункты и указать что это было в рабочем плане без закупки для каворкинга просто техника скобки у нас в рабочем плане есть строка закупка техники для каворкинга а потом когда написано что закупка снова закупка из jullie да, получается получается вот все это ваша барышня обращаю ваше внимание это подписывает руководитель и не бухгалтер инициативы руководитель и бухгалтер организации обоснование тоже там руководитель организации и обоснование без блока несмотря на то, что подписывает он со своим именем у нас не было блока у нас не было, но мы по прошлое подавали на банке и было нормально все в этом году сделали так же и сквозь черпе и главный принцип, как я уже говорила по классификатору ищем ближайшее соотнесение или звоним поставщику и спрашиваем как у тебя написано, что там написано используем это а в правой колонке, когда пойдете с распечатанной копией у меня вообще-то нет но здесь в правой строчке всегда желательно перечислять пункты рабочего плана чего ищем складывать они еще не делали это неофициальное такое это просто для того, чтобы если они будут пересчитывать они могут особенно если всякие мелочи, мелкие пункты это у вас же большие пункты там легко на калькуляторе все там видно очень прямолинейная связь а есть где там вот это вот разные статьи поскладывали потому что это пиар-компании 5 штук да, 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 да и презентация с каждого-то разобраться это сложно нужно нам а здесь если складываешь большие блоки то ничего страшного если сумма страшные большие не, нет, для перечня это не страшно ну, конечно вот это что-то я бы расписала потому что мне надо было просто разработка программы я уже ее сломал типа того ладно, пускай будет большими строчками если вы летаете ну, да для какого-то перечня это вполне было приемлемо одним пунктом все ваши идеи закрыть ну, вообще, да ну, это слишком сложно все, закрываем этот перечень так, про что мы тут еще не поговорили да, да грантфлик допускается нет, просто еще добредаю по увеличению ну, тут вот правила составления обоснования изглаваются ну и все так, софинансирование Так, что по этому пункту можно сказать? Софинансирование является обязательным к исполнению заявленной аваной. И должно быть подтверждено документально. При этом, да, оно не является средством международной технической помощи. Соответственно, подвержено всем налогообложению, какое только согласно законодательству применяется. Можно софинансирование превышать, добавлять, потом просто... Ну, если вы считаете нужным, на самом деле. Потому что это в конечном итоге станет вашей дополнительной работой. Потому что, если вы ему потом пишете, что у вас на какую-то сумму увеличилась, то вы должны будете прикладывать документы. А если вы это просто сделали, а мы не знаем, как требовалось оно или не требовалось, мы же не проверяем, сколько стоит что. В результате нужно ли было больше, а вы справитесь с меньшими средствами. То есть мы в такие вещи не вникаем уже. А на что влияет вообще и нужно ли вот умилизировать софинансирование? Оно влияет на этапе, когда рассматривается ваша заявка конкурсной комиссии. Не обначально, а в конце. А в конце, мне обману, что она не... Для будущих там грантов там. Ну, для будущих нет. Это потом, собственно, нигде не фигурирует. Нет. Потом даже, ну, конечно, у каждого донора свои правила. Но я не прикована, чтобы донор... Он спрашивает, какие вы инициативы, например, или когда вы заполняете анкету на текущую заявку, там может быть блок про ваш опыт участия в УТП. Но чтобы там спрашивали, какое там было софинансирование у вас, такого не спрашивают. Поэтому достаточно, с точки зрения дальнейшей обязательности, достаточно выполнять просто требования донора. Вот у нас было там 20%, вы его там выполнили. Превышение, оно хорошо на этапе именно рассмотрения заявки, потому что это является свидетельством того, что организация «Заявитель» серьезно относится к своей инициативе, заинтересована, вкладывается в эту инициативу. И это дополнительный плюсик у каждого члена комиссии в МОЗГУ по поводу серьезности заявителя. Вот только с этих позиций софинансирование важно. Вот. 10% было в нашем прошлом проекте, сейчас увеличиваем. Значит, софинансирование может быть предоставлено в денежной или неденежной форме. Это вот такой первый слайд, который я на эту тему показываю. В дальнейшем будут слайды, где будут конкретные документы, которые необходимо предоставить, чтобы подтвердить свое софинансирование. Денежная форма – это, кстати, презентация еще старая, а, собственно, у нас может быть даже стало чуть строже. То есть теперь ровно такие же документы, которые по финансированию, грантам, такие же и по софинансированию в денежной форме фактически. Может быть, их только смотрят, там один глаз закрыв. Вот это я могу сказать. Это было бы на что же в денежной форме. Да, мы с тех пор... А, это тоже было бы не так. У нас, кстати, есть большой вопрос, который в вашем рабочем плане я уже посмотрела, на что по софинансированию там изведено. Мы с вами проговорим сейчас. Честно, там прорабатывали документы, какие я должен подтверждать. Ну, сейчас посмотрим. Давайте вот сейчас я пройдусь, а потом я обозначу. У вас такой пример – сбор заявок. Если у вас есть рабочий план, вот вы же носили, наверное, вы его вот сейчас вытаскиваете, я сразу найду, чтобы я не в комфейне копалась. Я вам сейчас сразу озвучу и сразу вас попрошу, а чем вы будете это подтверждать? А, ну, денежная форма – это что? Да, вот тоже. А, что же будет? Можно будет. Так. Ну, вот это. Вообще, это вот ровно такие же документы, как по… Это мы все говорим про денежная сейчас. Это можно пропустить, потому что это не актуально. Если у вас все были… Персонал инициативы был за грамотное средство, поэтому я это опустила. Теперь эксперты, которые могут выполнять работы как в денежной форме предоставлять, вы нам можете документы, так и в неденежной. Если в денежной, это, соответственно, все то же самое. Если вы хотите в неденежной, потому что вы кого-то привлекли и он согласен не брать фактически с вас деньги, то вы должны будете предоставить, ну, при том, что то же самое техническое задание, там какое-то с ним соглашение и прочее, калькуляцию расходов, вообще стоимости его услуг. Сколько стоит такой эксперт на основании, там, тоже самого изучения рынка, как вот вы мне предоставляли, вот, когда мы делали с вами ревизию. Получается, мы исключаем из пунктик софинансирования, мы там, ну, обязаны, например, потратить 500 долларов, мы ему не платим, а он нам обещает, что, ну, бесплатно, бесплатно, но его услуга стоит. Да, соглашение какое-нибудь безвозмездно, то, что он оказывается с его услуги безвозмездно, а вы прикладываете к этому соглашению калькуляцию, сколько стоят услуги такого человека. Ну, а осталось только вопрос у юриста, потому что у нас по законодательству якобы нельзя бесплатно оказывать услуги. В смысле нельзя? Закрещено. Если соглашение. Подождите, а есть ли соглашение на безвозмездное оказание услуг? Почему? Это соглашение, если не договор. А соглашение, а соглашение на соглашение договор, почему нет? Или соглашение для договора, как первичное документ. Ну, соглашение это не является. А? Соглашение не является первичным. Ах. Ну, в смысле, для наших целей, если вы хотите, не денежный. Да. Акт? По-любому надо. Ну, акт, конечно. А что, акт не может быть в... Соглашению. Безвозмездной помощи не соглашилось. Почему нет? Оля. Акт, потому что выполненный работник, Возмездная, это слово. Возмездное. Договор оказания услуг, но он возмездный. То есть... Это когда возмездное. Но есть соглашение, а он возмездное. Это возмездный. Договор, по сути. Презвозмездное, это там спонсорская, это внутреннюю помощь. Это спонсорская, а просто соглашение. Волонтерская. Не зря ли она с волонтерскими... Ну, это коммерческая организация. И что? Почему? А если это будет фонд заявления, может быть, не коммерческая организация? НКО еще можно с НКО, возможно, но не знаю. В общем, давайте выясним. Тут мы мертво стоять не будем. Если невозможно, тогда термогеномическое задание и подобриография эксперта, и перфимуляция разговора. Программа мероприятия, чтобы понятно было, сколько он часов отработал, сколько стоит его час, и вот такая справочка с расчетом, сколько. Чтобы нужно было. На это соглашение мертвого настоящее не договор. Соглашение доверения может произойти, может не произойти, но если оно произошло, оно в рамках этого соглашения произошло. Нельзя. Соглашение, если ничто, это соглашение о намерениях. Ему можно запретать, а можно и соблюдать. Он будет соблюдать, оказал услуги бесплатно в рамках соглашения. А у нас нельзя оказывать в рамках соглашения, только договоры. Почему? Потому что любой от нее оплачивается нельзя. Поэтому у нас все в антиме делаем все, если хочешь бесплатно, одну базовую величину. Заключительно одну базовую величину, а что потом о расчетах, тогда потом вот так. Да, вот я думал про это же аккаунт. А, и больше всего один на один рублей. Да, поэтому слушайте, у нас же бизнес-какуватор, мы обязаны давать услуги бесплатно. Но мы не можем согласно законодать. Не понял, за один доллар. Мы не понял. А как это не противоречит? Все, что вы сказали, или нет? Что касается в рамках, это точно нельзя вязать. Даже те же пиццерии. Ну, законный порядок, пока что самый сильный. Он рассказывает за одну копейку. А за одну копейку. Потому что должна быть проведена эта операция. Поэтому они за одну копейку. Потому что нам это случай не подходит. Нам совсем рубашами были не подходят. Калькуляция. И выясните, что можно. Чтобы как-то формализовать отношения с этим экспертом. Калькуляция будет приложением к этому. Хоть чему-нибудь, что вас формализуют. Если вы так и намерены. Я так и намерена, я бы понимала, что вы собираетесь в денежной форме. Но вы обладывались. У нас один есть, один раз. Один раз и да, там будет. Один раз и да, там будет. А остальные денежные, да? Угу. Не хватит. Не-не-не. Я очень люблю, что вы очень и так много. У вас будет одна калькуляция, которая по вашим двадцать. Или сколько у вас там тысяч долларов. В расчёты площадей, которые вы отдаёте в аренду безвозмездную. То этого вам и хватит работы. У меня ещё есть отдельный файл, в котором вообще всё в табличку сведено. за что какие документы прилагаются, если это не денежная форма. Ну, тут про всякое, про то, что не очень так вам на самом деле относятся. Потому что нет у вас таких телодвижений в ваших инициативах. Но, тем не менее, это создаёт понимание того, что приемлемо. В качестве подтверждения недележной формы софинансирования. У меня есть какие-то там старые формы таких калькуляций, но для услуг попроще. У нас не было никогда эксперта за три тысячи, и мы чтобы делали калькуляции. А, у нас может возникнуть вопрос с этим. Когда мы сдаём в аренду помещение, мы же прописываем, что стоимость такая-то, но бесплатная. Ну, потому что мы берём деньги. Но есть суда и есть талета. Если бесплатная сумма. Вот, как? То суда даёт. А вы приносим чего? Ну, мы должны отдать в рамках инициативы бесплатно. Мы должны отдать. А, помещение вы должны предоставить. Да, предоставить. Бесплатно. Да, но это тоже может быть с калькуляцией, если нельзя заключить. У вас же мне говорили, что может быть некое соглашение, в котором будет написано мебель не ломать, стены не портить. Вот такое. Вот это вот ваша формализация отношений, когда это бесплатно. Внутри этого он прилагается к калькуляцию, что вот столько-то метров, столько-то стоит метр коммерческой недвижимости в Борисовне. Так, достаточно для КРОН соглашения и калькуляция? И плюс калькуляция, да? Акты и калькуляция? Акты и калькуляция? Нет. О том, как они там пользовались, не пользовались. Нет. Это жаль. Вы потом еще подробно посмотрите мой другой файл, в котором все наши. На том этапе, в случае софинансирования, мы постарались изложить, какие документы прикрепляются. Но в целом, когда это не денежная форма, мы понимаем, что да, это будет калькуляция основанной, если вы еще куда-то в ссылки включите какого-нибудь агентства недвижимости, которое пишет стоимость аренды коммерческой в Борисовне, то это тоже будет хорошо. В эту калькуляцию. Это не отменяет того, что остальной комплект документов, если это мероприятия какие-то, то всегда остаются программы мероприятия, список участников. Если это, например, эксперт, то, согласно его техническому заданию, если вы там прописываете, что после себя нужно ставить рекомендации, какие-то материалы, я надеюсь, что это будет прописано, чтобы после эксперта что-то осталось, на самом деле, для инкубатора. То и когда это не денежная форма, все равно какие-то рекомендации эксперта по результатам тренинга, его там какие-то материалы, это хотя бы в минимальном объеме должно быть. Все, что будет. Вот, и на этапе, я вот, кстати, мне задала вопрос, я думаю, что толку не будет по траншам софинансирования, такого не возникало у меня еще раньше, думаю, нет, думаю, что в самом конце будет одна справка на оба транша, сводная, где вы изложите все ваше софинансирование согласно рабочему плану по пунктам и по суммам. Вот это вот я и понял. Справка. Да, то есть тут нету, но у меня есть другой файл сейчас, где вот это вот про софинансирование, там, по-моему, был уже предварительный пример справки. Вот, видите, тут у меня все подробно-подробно, подробно-подробно, расчеты всякие. Я еще потом освежу это понятное понимание. Пока даже вам не пришлю это, еще раз наведу резкость. А вот справка. Вот примерный шаблон справочки, он еще тоже старый, потому что это другой проект, но тут это не имеет никакого значения. Конвертируйте из рублей, ну, рубли само собой, потому что это отражается в финансовом отчете суммой в рублях и в долларах. Вы оттуда эти цифры берете, забегая тоже вперед, в финансовом отчете будут все формулы в него внесены, будет курс, по которому вам перечислен транш в белорусских рублях, курс доллара, по которому вы перечислены транш, и все суммы будут автоматически конвертироваться по каждому траншу в соответствие рубли-доллары. То есть у вас там будут конкретные цифры, которые вы оттуда изберете с этого финансового отчета. Когда вы заполняете бухтаблицу, бухтаблица все это вносит автоматически в финансовый отчет, под конец реализации у вас будет заполнен финансовый отчет на основании бухтаблицы, и оттуда вы берете цифры. А софинансирование вы вносите ручками, на самом деле. Поэтому это, наверное, меньше актуально. Я хотела, наверное, про курс доллара сказать. К тому же курсу доллара посчитается софинансирование, что, наверное, второй транш будет. И второй, то есть с первого транша? Получается, нет. То есть он не имеет смысла, но я это уточню. Не имеет смысла, потому что, если мы не спрашиваем вас отчетность по софинансированию по первому траншу, то какой смысл? Вот у нас есть второй транш, софинансирование курс второго транша, и по нему мы тогда это считаем. Ну, уточню. Мне кажется, что нет. Такого вообще курс не стояло, что софинансирование по транше. Другой вопрос. А если по софинансированию получится расхождение с заявленной суммой, но в пределах того процента, который впустит? В какой-то курсе? Ну, вот сколько там, 20% у нас было? А, не 150%, а 150%. Нет, это тоже предмет ревизии софинансирования. Все же очень много. Да, вот уже Борисовский технопарк прилетел в ревизию софинансирования еще на заключение договора. Вот, и это точно такая же процедура, фактически, как и ревизия финансирования. То есть если вдруг что нужно будет? А она, получается, тоже согласовывается через вас? Да, через меня и через гранд-менеджера, а на то мы останавливаемся. То есть там уже никаких... Там можно и превышать 20%, там можно как-то... Ну, исходить из разрушаемого погоняния. Да, и если вы хотите вообще поменять по статьям, то это все предмет ревизии. А, это тоже все. Угу. Это на всякий случай. Да, я понимаю. Не совсем я там это все рассчитывала, там больше изгибли. Потому что дать мне ваш рабочий вклад, утверждает, что там все верно рассчитано по софинансированию. Вот эти вот мне усы, которые мают, так мают, занимаются за них над головой. А вот звук у вас нестюдный. Да, они уже даже в самом начале. Нет, в начале там все хорошо. А вот тоже такой вопрос. Они уже начали проводить до начала... Я Евгению это говорила? Понимаю. А после финансирования все равно. Да, после финансирования все равно. Ничего не знаю, но я еще не слышала. Нет, так они, может, это не то? Вот, да. Наверное, это не то. Наверное, не то. Вот, например. Участие в региональных мероприятиях с презентацией возможностей технопарка. 1050. Ну, вот можете озвучить вот эти позиции. Я, что это, я... Наверное, если я думаю, что это... Я навелась в региональных мероприятиях с презентацией возможностей. Это уже и он учится, да? Я вижу в этом только через две договора подрядов каких-нибудь консультантов, экспертов. За ваши деньги. Ну, это правда. Потому что это... Да. Я не вижу, как иначе это меньше. Я, кстати, уточню. Посылка письма о возможностях. Если это... 200 долларов. Это огромное. Это, наверное, он имел в виду конверты, но тоже... Вот вы, пожалуйста, уточните. Когда же все эти споты... У меня... Я вообще ничего не понимаю про это. Так. Ну, председатель приговоров, понятно. Но тоже председатель приговоров, он, я так понимаю, подразумевал тут и аренду, и это. Ну, подразумевал. Ну, подразумевал. Ну, подразумевал. Ну, подразумевал. Может, мы с вами должны быть? Или нам менять формулировки тут тоже придется? Поздно уже. Не можем. Не можем. Ну, если я только не вижу. Ну, уточните. Давайте начнем сначала... Нет, нет, нет. Это сейчас... Да, я понимаю. Это софинансирование. Тут, что, что, Клабу, что не стоит. На 100-200 долларов. Я занимался, я поэтому это сильно не лезла. А вот что касается финансирования, вот там вот я, конечно, его там... Угу. Угу. Значит, по финансированию я подсказалась. Парет софинансирование я вам пришлю. У нас остались вопросы к Ольге Храброй. Я сейчас какую-нибудь спрошу, может она нам уделит внимание. Есть ли это менеджер унициативы по договору подряда? У нас в прошлом проекте было, что договор подряда было, что 12 месяцев, соответственно, объявили там конкурс закупки услуг менеджера. Да. Эти 12 месяцев так и провели на одной этой закупке. А вот у нас юристы, бухгалтеры, организации и ювизиан. Нужно... В смысле? Не поняла. Несколько месяцев. То это договор подряда, а не на целый год заключать. Ну, вообще, да. Это подмена трудового договора. Да. Так мы как на это смотрим? И можем ли мы не заключать и не объявлять конкурс, если мы будем каждые три месяца перезаключать договора подряда? Да, на основании эвалюации. Я расскажу так. У нас ПРООН следует международным юридическим нормам, но ни в коем случае не разрешает себе нарушать местные нормы законодательства любого, в какой бы стране ПРООН не пребывало, где бы не вело свою деятельность. С точки зрения ПРОО международного законодательства, которое обычно превалирует над местным, 12 месяцев может длиться контракт, договор подряда по нашим правилам. Но для чего мы и нанимаем местных бухгалтеров, координаторов инициативы, мы ни в коем мере не имеем права консультировать по местному законодательству. То есть меня нельзя спрашивать, я не буду отвечать, я не имею права. Меня потом Министерство экономики очень сильно за это ругает. Ирина тоже не имеет права консультировать по местному законодательству. Поэтому ответственность за соблюдение местного законодательства лежит полностью на координаторе инициативы и бухгалтере инициативы. Это я к чему? По нашим правилам мы ничего не нарушаем. Но если вы видите, что местный законодательство этого не разрешает, соответственно, вы должны следовать строго местному законодательству. Потому что если я проверю, у меня все хорошо, я вас отчет приму и переведу в следующий этаж, то придет государственные органы, которые будут проверяющие ваши местные по местному законодательству, и они вас накажут. Никто не хочет в этой ситуации оказаться, и мы ни в коем мере не имеем права вас склонять к тому, чтобы вы следовали нормам международного законодательства. Поэтому вы ведете бухучет полностью в соответствии с местным законодательством. Пороги местного законодательства обычно строже, поэтому мы, как представители международной организации, чувствуем себя легко и свободно. Потому что вы не нарушите наши правила, потому что местное строже. По поводу договора с подрядом, так как местное законодательство, оно предусматривает, что договор подряд, и сколько там максимально, период какой максимальный. А я бы 2-3 месяца больше могла? Нет, нужно смотреть четко, сколько разрешает местное законодательство. Больше на каждый месяц и каждый месяц апп. Вот как-то так будет? Договор может быть. В такой ситуации, если вы провели конкурс на какой-то выбор координатора или бухгалтера, человек полностью соответствует тем критериям, которые вы заложили в себе в техническое задание. Вы можете с ним заключить долговременный договор на год. Но закрывающие акты должны быть ежемесячно. То есть каждый месяц вы делаете акт и продлеваете. Если хотите, чтобы было еще какое-то более серьезное основание, мы вот у себя тоже для международных, для местных консультантов делаем, по-русски это, ну, аттестация. Делаем аттестацию сотрудника. То есть можно завести какую-то форму у себя. Возможно, в национальном законодательстве даже и есть какая-то форма, но чаще у госслужащих, там я знаю, аттестация госслужащего есть. В коммерческих там есть, они тоже там, оценка работы за какой-то проведенный период. Если там этот сотрудник, он справился, он квалифицирован, он выполняет свою работу, ну, вы по конкурсу не маете, например, вы не знаете, кто это побеждает, у вас реально по-честному незнакомый какой-то сотрудник. И вы тогда продолжаете уже, ну, с ним контракт. Соответственно, пропишите просто в контракте... Это договор или контракт? Нет, договор подряд. Это если трудовой договор. Если договор подряда, оценка тоже может быть. Но договор подряда, он обычно на конкретный список услуг. Вот, он выполнен, закончен, с актом выполненных работ. В связи с того, как вы себе выберете в инициативе, это вот вы должны местное законодательство изучить. В принципе, ну, инициатива, она ничем не отличается от маленькой фирмы. То есть, ну, как любая ООО, УПЭ, то есть вы... Нет, здесь же, я прошу прощения, вопрос в том, что ССЗН, а про это младши. ССЗН? Подождите, нет, подождите, тут вопрос скорее по поводу коммерческих предложений. То есть, если получается, что сумма, например, менеджера, да, оплата, она превышает... Да, да, в предложении, да, обязательно. То мы должны предложить, но это на год. На год, да. Если мы на год не можем договор подряд... Делайте ежемесячную или же часовую ставку, сравнивайте. Каждый человек может выставить свою почасовую ставку. Наверняка он у вас не будет работать 8 часов рабочим в день. Нет, я имею в виду, что мы хотим заключить договор подряда на год, ну, чтобы этот... Так это понятно, то есть физически, да, но платить будете ежемесячно по... Вы платите, допустим, ежемесячно, но мы в рамках, получается, договора законодательства не можем на год договоров подряд? Я по белорусскому законодательству не имею права вас... Хорошо, если... Давайте мы будем отталкиваться от того, что не можете, да? Мы делаем три вместе. Три договора. Нет, это же не так. Да, если перезаключение договора происходит, да, и не факт, что этот человек, он победит в следующий раз. А учитывая, что инициатива уже ведется, и нас этот человек устраивает, а следующий может опять-таки в мешке быть. Да, ну, это... Это проблема, это на жених не получается. В этом есть... А аттестация договора? Нет, она просто на основании аттестации, вы... Ну, он, не знаю, если вы забьете в техническое... Ну, опять же, вы должны проводить все открыто. Вот у нас тут уже не будет аттестация, мы же не можем такое тоже. Вы не можете аттестация, да, нарушение условий будет. Соответственно, да, есть какие-то определенные нюансы, что вот... Должен быть конкурс на какая-то основа. Что человек должен не просто так работать, он должен быть квалифицированный. Ну, я не могу еще с этим поделать, это все такие правила. Конечно, удобнее трудовой договор, но, опять же, там нет оснований для заключения трудового договора, да, у вас? В том-то и направлении, да. И в то время, получается, если мы напишем суперкрутое ТЗ, квалификационное требование, то к нам две заявки еще не добавится. И уже не будет трех предложений. Да, вот тоже. Ну, вообще, мы можем разрешать и две. Если совсем-совсем будет у вас крутое ТЗ и будут, то две мы тоже можем... Тут уже дешевле застки, все. Вот я пример приводила, да? Да, ну, а если, допустим, какие-то чуть-чуть отмоняются от технического задания, мы можем рассматривать, просто не возьмем, потому что, например, не подходит идеально. Нет, если вы написали ТЗ, то человек должен подходить полностью. ТЗ чуть-чуть не подходит. Ну, вот в наших правилах такого не бывает. Человек или соответствует ТЗ, или не соответствует. Вот, сто процентов. То есть, подсказка в том, что нужно писать ТЗ более универсально. Нельзя прописывать вот прям семь с половиной лет опыта работы в, там, не знаю, кластерных инициативах. Это обтекаемо. То есть, если образование пишете, там, не надо писать там конкретно, то есть, в социальных наук, там, каких-нибудь, в гуманитарных наук, в области культуры. Ну, что-то как-то так, чтобы у вас потом и там юрист, и экономист, и там, не знаю, кто-нибудь еще могли широко пишеть это ЗЗ. Не заужайтесь, не делайте себе проблем сами. Но, с другой стороны, если мы сами пишем техническое задание, и те, которые три человека, там, мы выберем, они все подходят по этим условиям, то мы сами можем выбрать, что он нам подходит больше, потому что у него опыт прямо месяц назад был по календарной конкретной. У вас должна быть собрана комиссия. Цена. Цена. Во-первых, у вас будет собрана комиссия. То есть, будет у вас, например, три человека, но не менее трех комиссий, да, возможно, региональный координатор будет присутствовать на оценке. А вы, во-первых, сравните, чтобы они, первое, что сравнивается, всегда техническая квалификация, что они должны полностью соответствовать ТЗ. Если они соответствуют, тогда выбирайте следующий, наименьше по цене. То есть, вот, следующий этап, это самый дешевый. Запрашивать, конечно, лучше всего, чтобы люди не путались его, там, по числовую ставку или дневную ставку, а не за период контракта. Люди, потому что могут теряться в оценке, когда за большой период, там, проще сравнивать, конечно, какое-то что-то маленькое, то, что легко оценимо. А потом уже, у нас, вы свой бюджет знаете, умножать будете на количество часов, месяцов, дней, недель, что угодно. Это, конечно, косяк. Ну, это, к сожалению, косяк не нашего, а местного законодательства, потому что мы разрешили, мы... Потому что нам, мы уже не против. Это же мы не против, мы и раньше... Я просто не знала, что это, если мне не произошли. Это не против, это, ну, и человек этим занимается, он уже в курсе всех. Ну, там, у нас тоже кто? Он же руководитель, менеджер, он уже владеет всей информацией. Ну, у нас так, и мы разрешаем, у нас так третит. Тут и есть кто-то другой, пока он в это вы. Нет, пока он это... Ну, тогда можно заключать трудовой договор. Прочтируйте себе. Да, то все люди договоры законодательства. Это, значит, человек обрать себе в штат, платить за него в СССР. Почему? В СССР, как нашим денег, не облагается. Если нет. А вот если мы в штат себе человека берем... Если будете платить 100% из гранта, тогда вы ничего платить не будете. Если будете 50% из гранта, то с остальных 50% будете платить за счет. Мы его можем взять в штат, только на... Вот это. И тогда проблем у вас не будет. И там в СССР тоже не платят. Нет, и был бы страх не платить. И мы не платим за плату минимальную. Нет, вы не платите. Потому что он будет полностью финансироваться за деньги наши. А, 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 он же берется вот в начале, в Абриказа я. Это в начале заявки? Нет, нет. Это же сейчас можно. Ну, мы не можем это. Почему? Почему вы не можете? Это мы перечень еще не будем. Сейчас мы будем пересматривать. Почему вы можете? С СССР у вас не было заложено. Нет, ну... С какой точки зрения вы не можете? Вы написали, что это в жилищном сайте. Вы же не писали, в каком статусе он. Хорошо, это опрос на менеджеры какого-нибудь. Так они все... Которые у нас сейчас стоят как софинансирование. Все? Если как софинансирование... То это ваши проблемы. И уже на фрону не вмешивается. Если у нас в финансировании стоит руководитель-бухгалтер, мы можем получать в штаб нашего. Мы получаем... Я опять же не знаю, что там под белорусскому законодательству. Это точно, что нельзя... Не надо платить вообще даже ни одну граммулечку. То, по идее, если человек в штате по белорусскому законодательству, он минималку обязан... Но если вы платите им, он берется под конкретное штатное расписание, в котором написано, что он выполняет функции только в рамках инициативы, то зачем вы будете им платить минимально? То есть законодательство такое позволяет? Конечно. И я считаю, что нет... Оля, вы не думаете, вы так считаете? Я считаю, что нет... Нет, а я не считаю так. Если человек принят в штат по трудовой книжке, то независимо, кто там финансирует или как. Если он пришел, значит, мы должны минимально уплатить. Даже можно не выплатить, но начислить. И отдать посредиен в срок по выплате зарплаты. Понимаете, что... Если компания работает, всем должны получать. Но если он по штатному расписанию выполняет функции только в рамках инициативы, и финансирование предусмотрено под эти функции, зачем? Он же другие функции на организацию не выполняет. Он берется под штатное расписание, где указано, что он только делает инициативу, и все. То зачем вы будете платить ему зарплату еще минимальную? Но с вами тоже операция нормальная. Здесь надо еще уточнять, именно по штатному расписанию. Потому что если штатное расписание составить грамотно, мне кажется, что здесь не должно быть нормы по поводу минимальной зарплаты. Потому что у него в штатном расписании написано координация инициативы, 8 часов в день. Он ни одной минуты не будет работать на нужную организацию, в которой он состоит. Нет, это не значит, что он не может его взять. Он заходит месяц, второй. Мы ему начисляем или нет? Денем на счастье. Вы начисляете ему за счет. У вас же будет отдельный счет. Из отдельного счета текущего, который открыт под инициативу, будет уходить ему зарплата. Мы на сегодняшний день нет. Мы нету денег. На сегодняшний день это какая-то инициатива? Это Борисов, да? Статистику сдаем прием увольнения показом. Статистическую отчетность. Появляется численность 1.